Всем привет, всем привет, хотел бы представиться меня, зовут Артем Гансиор, в общем я работаю 3D character artist, ну вообще работал очень много дженералистом, то есть назвать исключительно 3D character artist себя сложно. Вот, последние пару лет я, ну больше двух лет работал в Blur Studio, до этого работал в студии Plarium, Digital Forest и много разных проектов на фрилансе у меня было, в общем общий стаж, наверное, уже больше 7 лет, да, но character artist, моим персонажем я занимаюсь года где-то, наверное, 3,5-4, на профессиональном уровне, ну коммерческом, где-то года 2. Вот, ну если, сейчас я расшарю экран, чтобы было всем интереснее, так, надеюсь этот экран шарю, в общем, пришел я в 3D где-то лет, наверное, в 20, в 19, то есть, ну достаточно поздно. Пришел из, вообще, наверное, из музыки, можно так сказать, ну в общем, интересно было всегда клипы, клипмейкинг и все вот, что связано с этим, я начал интересоваться, как это делалось и, соответственно, ну как бы влился в motion design и вот в такую графику анимационную. Ну мне еще помимо этого начала очень нравиться, ну рекламная, в общем, индустрия, реклама именно такая качественная, как у Cartier или, ну подобные, в общем, очень красивые рекламные дорогие ролики. Вот, и начал изучать этот момент и плюс еще учился в архитектурном строительном университете и у нас как бы было, ну некое, некое там направление в 3D, то есть, ну поощрялось то, что мы знаем 3D. Соответственно, я начал изучать, пошел на курсы, там за 5000 рублей изучать интерьерку, интерьерку, экстерьерку и, ну через месяц, там месяц это был курс, месячное обучение. И после этого, ну, мне предложил мой ментор, так сказать, учитель сделать ролик о городе, о Волгограде, ну это город, в котором я родился, сделать о нем, ну ролик и отправить на конкурс Autodesk. И вот мы отправили, он как бы получился и я понял, что надо, надо бы, короче, двигаться в этом направлении, тем более интересно. Вот, и так вот, фриланс, какие-то проекты, ну по мелочи, потом у нас открылась студия в Волгограде, Game Development Studio, Digital Forest как раз, то есть она как бы американская студия, но открыли production у нас, разработку в Волгограде и, соответственно, меня взяли как одного из членов команды в Cinematic отдел, то есть мы должны были формировать отдел рекламы, рекламы для игр, которые, ну, которые покупала компания и пыталась их продавать, вот, и, соответственно, ну, мы делали там, первый опыт, это был абсолютно ужасный опыт, я могу включить, ну, показать куски из шоурилов, моих первых, где... Да, давай, кстати, это будет интересно. Да, так вот, по-моему, нет, это... Сейчас куски из первой синематики, у меня просто, я не знаю, как их найти, этот первый синематик, в общем, вот это вот... Это вот куски из первой синематики, на котором, ну, у нас было всего три человека в синематике отделе, соответственно, мы делали все, абсолютно, там не было разбора, там не было иерархии, ничего, не было структуры, мы сами себе были предоставлены. Сегодня это называется Agile, так называемый, но тогда это называлось просто непонятно что. Вот, так, ладно, вот это Reel за 15-й год, то есть это уже года два, наверное, занимался на 3D. И вот в этом синематикотделе через год, в общем, мы разрослись до того, что у нас стала команда именно синематика продакшена 13 человек, вся компания стала там больше 100 человек, и меня сделали арт-директором компании, ну, как бы именно вот арт-подразделение, там было еще съемочное подразделение. Вот, то есть мы начали делать уже и заставки для канала, ну, у нас все это перетекло в игровой канал про игры. Вот, и мы начали делать заставки, которые здесь показаны, то есть вот, ну, всякую, в общем, лабуду, motion design, так называемый. Ну, красивая лабуда, хорошие работки. А, ну, спасибо. Ну, тогда мы выжимали все, что могли, то есть это не было рендер-ферм, это не было, это все делалось вот на, просто на обычном стандартном железе, там, днями и ночами, то есть, и причем все делалось, ну, как мы учились прямо на этих проектах, то есть я ничего не знал практически, когда пришел в компанию, и вот все учились-учились. Ну, в общем, после этого всего я попал в компанию Plarium, в которой я тоже работал motion designer, но уже конкретно в cinematic отдел, у нас была небольшая команда, но я закрывал, как бы, motion design задачи в основном, и, ну, некоторые вещи делал для cinematic уже в Plarium. И через, там, год, да, через год, через год-полтора я стал супервайзером всего этого синематика делал, получилось так, мы начали уже делать, там, ну, трейлер. Это вот короткий прям шоу-рил по тому, что я делал в Plarium. Здесь тоже дело все под ключ, то есть самостоятельно, там, без команды, получалось так, что в одиночку все это делал. В общем, ну, такой вот у меня бэкграунд абсолютного CG-дженералиста, то есть здесь и моделинг, и текстуринг, и шейдинг, все-все-все, вплоть до композитинга. Единственное, что скриптами, ну, там, какими-то не занимался, и симуляцией, и VFX, и все прочее. А сколько время вот на такую заставку у тебя ушло, чтобы сделать? Здесь заставки в среднем были 10-секундные, ну, то есть, там, 7-10 секунд. Вот, уходил у меня, у меня был дедлайн неделя, максимум 2 недели, когда очень долго рендерилось что-то. То есть за неделю я делал вот, ну, допустим, там была про заставка плюс фон. Вот такая вот штука. Вот, допустим, вот эта заставочка. Вот ее и плюс фон, вот это вот фон. То есть это уходило, ну, неделя там, наверное, максимум у меня уходила. Рабочая, я имею в виду, неделя. Вот. Но, соответственно, вот, когда работал в Plarium, я очень хотел в персонажку, в синематике, именно прям полноценный, чтобы сюжет на линии, там, композицию, строить драму. Вот, как бы, став супервайзером, через буквально месяц или полтора мне предложили контракт в Blur Studio. То есть они, ну, я им написал, отправил. Причем вот эти, вот этот шоурил сказал, что хочу к вам на сцен ассемблера. То есть, ну, собирать сцены там и рендерить и так далее. Они мне предложили на персонажку, потому что у меня был в портфолио всего один персонаж. Вот этот вот дядька. Я его сделал просто в свободное время, просто потому что мне было интересно поучаствовать в этой конкурсе. Art War назывался. Ну вот, я его сделал, отправил, и супервайзер предложил мне попробовать у них персонажкой заняться. И я сделал первый проект для, ну, там, я еще не понимал, что я делал. Мне просто скинули концепт в Blurie, ну, там, арабская женщина, и делай. А потом оказалось, там, через полтора года, что я делал для Love, Death and Robots уже первого персонажа. Ну, это очень классная работа. Да, спасибо. Такая детальная и реальность. Да, вот. Она просто, я его делал по игровому пайплайну, то есть это не cinematic пайплайн. Ну, как бы их не смутило в Blurie студии, они предложили работу. В общем, после этого, после, там, теста, вот так называемого, задания в Blurie, я его так называю, сразу мне дали Lara Croft. Вот, то есть после этого я начал делать Lara Croft полностью, вот, и до, там, ну, скинули концепт, то есть, и вот мы долго-долго над ней работали. Единственное, ну, на финальном результате я не очень понял, почему она получилась, ну, как бы они ее подправили, в общем, после меня, потому что текущие рендеры, точнее, рабочие рендеры, я не могу, к сожалению, показать, но они были немножко другие, там, ну, в общем, заказчик Square Enix, они очень как-то специфически подошли именно к этой версии Lara Croft, и, ну, там, они делали более мужуковатый такой, вот. Ты, видимо, после меня поправили. Но это ты, как бы, сделал эту модель ее, да? Да, да, все вот до... Очень хорошо. Да, спасибо. От и до, то есть, ну, все от скульпта до, ну, там, финальных версий текстур, шейдинг, все остальное, кроме волос. У нас волосами, ну, в Blurie занимаются отдельные люди. Иногда занимаются, ну, как бы, персонажи, которые все делают, но, как правило, ну, отдельные люди. Вот. Ну, вот после этого, ну, куча была разных проектов, я некоторые не могу анонсировать, ну, как бы, там, показывать себе в портфолио, но это были сниматики для PUBG, Playground, вот League of Legends тоже я делал вот этого персонажа, не знаю, робота. Но здесь интересный был момент, что мне нужно было его законцептить, то есть, я его придумывал, потому что, ну, как бы, зашла задача сделать вот Crash Doll, вот эту куклу, которую все бьют. Вот. Но нужно было как-то там механические механизмы все придумать. И, соответственно, вот, ну, сначала, там, наверное, недели-полторы я концептил, просто рисовал 2D, что было вообще для меня, ну, странно, там, и как-то для Blurie концептить, в общем, это какое-то... Ну, было что-то странное. Ну, и очень крутое. Да, то есть, я не ожидал, что... Я, как бы, технически, в основном, художник, а тут концептить, и, ну, вышло, понравилось. Ну, да, классный, классный рост, я бы сказал, карьерный. Да, спасибо. Вот, и еще здесь для этого ролика делал вот все вот эти вот ассеты, то есть, там, наушники, микрофоны, камеры, вот эти телеки, ну, то есть, наполнение вот эти... Все-все-все, потому что персонажи раздали всем, ну, как бы все делали, а я закончил раньше, и получилось так, что вот я всю эту мелочь, ну, заделал. Вот эти все бутылки там, кораблики, какие-то инструменты, ну, в общем, вот эта вся мелочь. Ну, тоже было прикольно. Ну, все, и моделирование, и текстурирование, да? Да, да, вот в этом нюанс такой, что, допустим, не все студии поддерживают, но, допустим, Blur Studio, они поддерживают вот это, ну, полный pipeline, то есть, они отдают художнику все от и до, то есть, от скульпта до лог-девелопмента, ну, то есть, финальное там шейдинга, настройки шейдеров, текстуры и все остальное. То есть, мы отдаем, вот от меня уходит уже модель, которую они вставляют сцену и рендерют. Ну, она уже работает. Вот, я как раз хотел про это, ну, немножко там рассказать. Это, конечно, тема огромная, потому что там куча этапов, вот, ну, в целом, может быть, пробежаться по пунктам о том, как это происходит вообще в установке. Да, давай, очень интересно. И интересно еще и какие требования дают, когда несколько, как бы, художников работают над одним проектом, уже должны как-то установить, что вот только такие определенные шейдеры или такой системы, или под такой рендер. Да, 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 это все есть, конечно, да, это, причем, ну, как на заводе, документации прописано, ну, многие вещи, не все, конечно, но многие. Вот, я, в общем, хотел на примере проекта, ну, наверное, Love, Dice and Robots, и буду параллели проводить с вот этим проектом своим, Meister Project называется, то есть, почему? Потому что, ну, я не могу ничего показывать с проекта Love, Dice and Robots. То есть, я делал вот этих вот всех солдат, ну, все униформы для всех солдат и основных вот этих персонажей, то есть, этого... Я недавно, кстати, несколько серий смотрел Love, Dice and Robots. Круто, как тебе понравилось? Оригинальные. Да, да, супер. Да, круто, круто. Я тоже первый раз, как, ну, увидел вообще... Я не знал, наверное, до... Ну, месяца за четыре до выхода, когда начали анонсировать реле, я только тогда узнал, что мы делали, оказывается, для Love, Dice and Robots, потому что нам не раскрывали подробности, для чего это. То есть, мы понимали, что за сериал, ну, не сериал, что за ролики, что из себя представляет, но для чего, для кого все это держало в секрете даже от нас, от команды. Вот, поэтому... Вот, ну, в общем, я буду рассказывать про пайплайн-персонажа вот этого, но, как бы, смысл тот же самый, что и для Love, Dice and Robots, потому что я использую теперь везде один пайплайн, который мы используем в Глуре. Вот. Классно, да, да? Вот этот проект, ну, сначала про него немножко, это заказчик был, частный заказчик из Кореи, они занимались там сырьем химическим, ну, в общем, странная, отреченная штука, но они захотели сделать себе такого рода рекламу, то есть, 20-е годы, ну, там, персонаж похожий на главного героя с фильма «Нефть», то есть, он там что-то химичит, и получаются там, ну, какие-то элементы, и он еще любит животных. Такой был бриф, такой отезе. Вот. И моя задача была придумать, ну, как бы, все вообще. То есть, фишка в том, что зашла задача от и до. И это был, как бы, вызов, то есть, они делали не только персонажа, только моделинг, а вообще все от создания историй, ну, и концептов, и всего прочего, и до финального композитинга и света. Вот. И, ну, вышел, наверное, проект, я его делал в общем сложность месяца 3,5-4, но он растянулся там на полгода, потому что я паузу делал в работе. Но полностью сам или с кем-то в команде? Вот в команде у меня был еще один человек, Марк Косихин, мой там коллега из Plarium, он мне помогал с вот этими пропсами. То есть, он сделал там 12 или 13 пропсов, правда, многие из них в силу моей некомпетентности, потому что, ну, там, он делал под игровой pipeline, а я немножко, ну, некорректно им, короче, дал задачу, мне пришлось их перетекстурить многие. Но смысл в том, что, да, он мне помогал вот с этими мелочевка, которые на столе, и это прям огромное ему спасибо за это. Вот. То есть, вот это вот все глобус, все он смоделировался, текстурировал. Ну, некоторые, как я говорил, перетекстурил, но смысл как бы остается. Вот. Рюкзаки, вот эти дневники, это уже, да, я сам делал, потому что они были как бы составляющей композиции основной. Поэтому я сразу их делал под Cinematic Pipeline, чтобы не было ошибок. Ну вот, в общем, первая задача была, это, ну, раскадровку сделать некую. То есть, я подошел к процессу так же, как делают в Cinematic Studio. То есть, ну, некую историю как бы придумал. Ну, она не то, что история, а ситуация, так сказать. И обыграл просто планами. То есть, от среднего к крупному, к там, общему плану и так далее. То есть, все точно так же, как там происходит в кинематографе и так далее. Ну, в общем, разрисовал концепты, придумал идею. И следующее вот было именно придумать концепты. То есть, я здесь фотобашем из фотографий собирал из разных портретов. То есть, мы формировали портрет лицо этого мужика. А также, ну, одежду, весь внешний вид. Здесь был поиск, потому что нам, ну, непонятно было, нужна ли экипировка или не нужна. То есть, вот здесь разные варианты были. В итоге вот остановились на таком. То есть, сразу, ну, то есть, это концепт, он ужасного качества. Нарисован там кое-как за 10 минут. И я вот сразу могу, как бы так, разочаровать, может быть, некоторых, кто хочет работать в продакшене, в реальном продакшене, допустим, в Блуре. Вот это, вот это прям среднее качество концепта, который нам приходит для работы. Особенно, если это не, ну, нет концептов для игры. Допустим, игра новая какая-то выходит или новая часть. И персонаж же, персонаж не нарисован там концептером для разработки в игре. Вот такое. То есть, там нет деталей, там нет ничего такого. То есть, общие какие-то, ну, общие формы, что ли, можно назвать. Общие детали. И вот это и хорошо, и плохо. То есть, хорошо в том плане, что у художников и вот... Свобода нет выбора. Да-да-да. Вот появляется свобода выбора, свобода действий. Можно подумать, там, какой материал, там, и так далее. То есть, догадаться. Вот. А, ну, минус в том, что много непонятно. То есть, у этого персонажа нет, ну, там, концепта со спины. И я вообще очень редко получал концепт со спины. И, соответственно, некоторые вещи, там, какие-то бакли, придуманные ремни, они просто, ну, не работают, не застегиваются на спине. То есть, и... А нам же нужно симулировать это, чтобы это все двигалось, анимировалось и работало корректно. Поэтому приходится, как бы, ну, здесь вот общаться, туда-сюда отправлять, ну, вариации именно супервайзеру, общаться с концептерами, с заказчиками, чтобы, ну, утвердить вот эти, там, изменения, чтобы это работало правильно. То есть, это в этот момент такой, как бы, и плюс, и минус. Вот. После этого вообще всегда в Cinematic Pipeline, именно для персонажки, вот, наверное, последние, ну, я думаю, лет, там, 7 уже, всегда используют Base Mesh. Сейчас объясню, что такое Base Mesh. То есть, в моем случае, это, ну, некий, в общем, готовый уже болванка, назовем я так, болванка человека. То есть, у меня вот уже готовый это скан. 3D-скан, отсканированный человек. У него, ну, отдельно голова, отдельно туловище, это потом скажу, уже готовый топологии под анимацию. И почему это используется? Потому что это экономит, ну, уйму времени. То есть, ну, отскульпить реалистичного человека и потом сделать ретопологию. Во-первых, это очень много времени, да, а время — это деньги, понятно, потому что платят по часам. А второе — это то, что, ну, нет смысла в этом, потому что Рик, который настраивается под антропоморфных персонажей, ну, то есть, скелет, которого потом анимируют, он, так называем, адаптивный, как сайты резиновые. То есть, он растягивается под разную анатомию, там, ну, под рост, под анатомию, под... Всякие вещи, вот. И даже если персонаж, там, вот, как в Love, Death and Robots, как они называются, волки, шейпшифтеры, кстати, оборотни, вот, они, как бы, ну, они антропоморфные, с руками и ногами, как бы, похожи на людей, но, как бы, получается, не люди. Но все равно для них используется вот такая болванка. То есть, у каждой студии есть вот такая подготовленная болванка уже со скелетом. Скорее всего, она будет с развертками, с некими базовыми текстурами. Но это редко используется, то есть, это, скорее, удаляется из-за... Но для моделей девушек отдельно тоже заготовка. Да-да-да, модели девушек отдельно. Сейчас я покажу. Вот эта заготовка у меня, я сейчас работаю как раз над заготовками, то есть, вот у меня есть девушка тоже, это скан с топологией, и уже есть настроенные глаза, у нее там настроена челюсть, ну, не в этом, не в этой сцене, в общем, она полностью готова, ну, будет, когда я это делаю, для личных проектов. Вот, а в студиях они готовы, да, полностью сетап. Ну, это, как бы, звучит просто в том плане, что, как бы, ты взял готовую, да, чуть подмял, и она заработала. Но по факту получается, что оно не работает корректно, и очень много нужно времени как раз потратить, чтобы это все подкорректировать и все, чтобы, ну, сохранить эту работоспособность. Иногда даже, наверное, для меня лично проще сделать заново, нежели вот, там, корректировать что-то в глаза, где-то они вылезли, а ты, там, ну, не заметил, допустим. Вот, эти все нюансы. Ну, как бы, то есть, тоже здесь и плюсы, и минусы есть. Вот, но в целом pipeline как бы такой, то есть, начинаем с болванки и отправляем это в ZBrush. Сейчас я открою сцену, самую-самую начальную для этого мейстера. Да, давай, интересно. Так, сейчас загрузится. Ну, начинается, естественно, там все со скульпта, то есть, ну, ключевой момент такой, что мы работаем с displacement, то есть, displacement, так, меня на этом вообще не видно. Displacement — это, ну, если кто-то, никто не в курсе будет, отличается от карт, там, Normal Map, допустим, тем, что геометрия, в ней увеличивается количество полигонов, и за счет текстуры выдавливается, ну, реально геометрия. То есть, и свет, когда мы настраиваем сцену, он взаимодействует с реальной фактурой геометрии. Вот, в отличие от... У нас проявляет рельеф, не только тени. В смысле, рельеф? Ну, я имею в виду, что displacement создает рельеф на геометрии, а не искусственно тени просто. Да, 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 именно вот, да, то есть, он прям создает рельеф, то есть, прям реально геометрию выталкивает, ну, то есть, деформирует. Normal Map, да, она как бы делает такой фейк, то есть, она действует только на свет, на освещение. Вот, это, в общем, это первый самый, прям, первый этап. То есть, я взял вот эту голову, некого, ну, мужика базового, базовый мужик, и, ну, просто подкорректировал анатомию под концепт. То есть, она очень, ну, кривая, здесь искривлены лупы, то есть, age-лупы, ну, можно на глазах, хотя, ну, не сильно искривлены, конечно, я тут, видимо, подправил уже, но обычно бывает так, что вот age-луп, он, ну, плывет и неправильно описывает форму, там, века, допустим, форму носа или, там, ноздри. И это нужно, ну, это очень важно, это нужно будет корректировать. Но смысл такой, то есть, вот, первые базовые штрихи, вот они вот такие, грубые, без сабдивов, на низком полигонаже, и сразу я делаю волосы, ну, так, в скульптурном виде, то есть, ну, так набросок, чтобы, ну, потому что волосы, они всегда формируют голову, как правило, вот, и так проще прям отталкиваться, и можно иногда, ну, сократить время работы, просто сделав прическу правильно, и она, ну, заработает вместе, а череп, допустим, будет кривой. Вот, надо все устроиться. Так, следующий этап, сейчас я куда-нибудь пробегу подальше, допустим, вот у меня, у меня просто сохранение уйма, я каждый там час сохраняюсь. Вот, здесь уже я подкорректировал чуть-чуть анатомию, соединил голову с телом, вот, ну, тоже, но без деталей, то есть, не какие-то крупные формы, вот, типа, этих складок я проскульптил, но нет никаких микродеталей, то есть, это важно всегда сохранять низкую детализацию до самого-самого последнего момента, ну, это вот мое такое правило, потому что и очень сложно потом, ну, если нужно будет поправить общие формы, а у тебя уже детализация, там, поры, то, когда правишь общие формы, поры все ползут, и, в общем, это все ужасно. Вот, это вот базовая анатомия, потом, после этого обычно я делаю сапоги, вещи, в общем, все вещи, которые взаимодействуют с одеждой. Это вот очень важный момент, я заметил, что никто его, как бы не акцентирует на него внимание, я делаю это до того, как начинаю делать одежду, то есть, сейчас попробую найти с сапогами версию. В общем, да, вот, вот здесь я сделал несколько версий сапог ему, и почему я это делаю? Потому что, когда начинаешь шить, грубо говоря, в 3D, симулировать одежду, она начинает взаимодействовать с, ну, понятно, с сапогами, с какими-то перчатками, и, ну, как бы, если их не сделать заранее, а сшить сначала одежду, потом пытаться подмять ее под сапоги, ну, получится, это, там, лишняя трата времени, и, там, складки будут работать неправильно, там, форма неправильно, там, вся топология, вся сетка тоже поползет. То есть, вот это вот, ну, такое мое правило. То есть, я делаю сапоги, ну, здесь один, он симметрит его, в общем, вот первая версия, да. И вот уже вот такого вида персонажа я отправляю в Marvelous Designer. То есть, для одежды я использую абсолютно всегда Marvelous Designer. Кто не в курсе, это софт специальный для, ну, создания, там, шития одежды. Прямо по выкрикам, там, и так далее. Вот, отправляю таким, в таком виде персонажа в Marvelous Designer, шью ему одежду, но там одежда, получается, с, ну, с топологией неправильной. То есть, что означает, там, правильная и неправильная топология? Это я сейчас, так, сейчас я открою уже проект Making of, вот. Так, так вот. В общем, вот это, ну, так называемая правильная топология для, ну, то есть, правильная сетка для персонажей под анимацию одежды, именно в синематиках. То есть, моментами здесь некоторые, конечно, там, вот эти кармашки, они слишком высокополигональные, но, допустим, в данном ситуации мне, ну, не критично было это, там, полигонаж и так далее. И обычно, вообще, в синематиках очень плотная сетка. Вообще, у персонажей плотная сетка, то есть, там, полигонаж до миллиона доходит. Это, ну, причем это нормально, это главные персонажи, ну, с ним спокойно работают. Ну, потому что технологии сейчас позволяют оптимизировать процесс анимации, процесс, ну, все процессы, в общем, оптимизировать. И, как бы, вес персонажа, его детализация, именно, точнее, нагрузка вообще на компьютер, она не сильно не критична. Вот, так, к одежде. В общем, вот эта, это корректная сетка для анимации. Здесь все, ну, практически все в квадах, то есть, квадратными. И плюс к этому здесь можно увидеть очень сильное уплотнение на швах. Это тоже очень важно, и для меня это было открытием. То есть, существует sub-diff modeling, я думаю, ну, кто модели, там, в курсе. Sub-diff modeling и modeling, там, под игры, допустим. И sub-diff modeling – это то, когда ты моделируешь, там, низкополигональную модель и выстраиваешь, там, поддерживающие грани, так, чтобы при сглаживании она, ну, как бы, грани и фаски были, ну, сглаженные, то есть она, грубо говоря, имела подразделение. Вот. И одежда для синематиков моделится абсолютно таким же образом. Ну, не то, что моделируется, она приводится к виду sub-diff modeling. То есть, когда я накидываю turbo smooth в 3D Max или, ну, какой-либо, там, модификатор, там, в мае, я не помню, как он называется, в общем, сглаживание, модель сильно увеличится в полигонаже, но все швы остаются жесткими. То есть, ну, там, грубо говоря, толщина и загиб шва, он остается жесткий и имеет четкое направление. И поэтому, когда вот мы рендерим, допустим, здесь видно, да, не очень большой рендер, в общем, на спине видно вот эти швы. Я надеюсь, видно всем. Да, видно. Видно здесь хорошо. Да, вот на рубашке швы, они не за счет текстуры, не за счет displacement'ов нормали, это за счет геометрии. И вот в этом тоже ключевой момент, и для меня это было таким открытием, что оптимизация тут, ну, ее нет. То есть здесь как бы за качество, за детализацию. И поэтому вот крупные швы, они все остаются на геометрии. И почему это делается? Первое, потому что, когда симулируешь одежду, ты можешь настраивать, ну, разную, как сказать, динамику, что ли, разное свойство одежды, свойство шва, ну, то есть там плотность шва, допустим, назначать ее как бы на геометрию. То есть, грубо говоря, когда он бежит, у него шелковая жилетка здесь, у него на ней получаются такие очень складки тонкие, их много. Но шов будет, допустим, чуть жестче, ну, потому что он прошит нитками. Вот. И это все учитывается при симуляции одежды. То есть люди, которые занимаются симуляцией одежды, они прямо на швы назначают другую физику. Абсолютно. Ого, какие нюансы! Классно! Вот, да. И, соответственно, это все для всех швов прорабатывается. То есть симуляция одежды, это прям отдельные, ну, классовые FX-артисты, это отдельные люди. Вот они, ну, там, какие-то сверхтехнические ребята. Вот. Ну, и там много разных фишек, конечно, по фейку. То есть это делается, такие вещи делаются, когда у тебя одежда крупным планом, либо персонаж, допустим, для кино, где не, ну, нет сильной динамики, где не все, не размазывается все. Вот где он там медленно, допустим, идет, ну, не знаю, в крупным планом, и у него одежда вся симулируется, и видно каждый шов, каждую ниточку. Вот тогда это работает, да. Когда персонаж, допустим, его там сбивает машину, кубарем катится через улицу, то, естественно, такие вещи, ну, на них закрываются глаза, и там, ну, возможно, даже не симулируется одежда, просто там все это размазывается в кадре. То есть вот в этом такой плюс работы под сниматикой, то, что иногда можно прям забивать на качество, потому что в кадре, допустим, этого не видно. Но, с другой стороны, Blur Studio и, ну, насколько я знаю, там, Digic или Goodbye Kansas, они делают сразу, ну, независимо от того, как персонаж, ну, какого он размера в кадре, силуэт не силуэт, они делают, ну, хорошо. То есть либо хорошо, либо прям идеально. То есть вот такие, ну, два параметра. Потому что, допустим, режиссер захочет изменить сцену, и этого персонажа все-таки показать медленно. А у нас не готовы, у нас там месяц убит работы на то, чтобы сделать его, ну, там, как кое-как. И придется его прям переделать заново. И это еще месяц работы, еще куча бабла художникам. То есть здесь такой вот момент. Ну, как бы нужно учитывать. Так, я что-то заболтался, не в ту сторону. После одежды, после того, как мы просимулировали одежду в Marvel Designer и вот ее привели в такой вид, я отправляю это все на... ну, в 3D Max или в Unfold 3D, так называемую программу для разверток. То есть перед тем, как скульптить, вообще добавлять какую-то детализацию или что-то вообще корректировать там, я делаю развертки. Сейчас я попробую найти... Да, вот у меня развертки. UV Set есть. Это UV Set для этого персонажа. Здесь не очень много, ну, так называемых UDIM-ов. Ну, то есть, грубо говоря, одна текстурка, вот она ложится на один квадратик. Здесь вот квадратиков 3,5, 3,5, 24 получается. То есть у меня всего, получается, на персонажа 24 текстуры, плюс там для глаз, для всего этого это отдельно. И это, ну, это обычно в синематиках там уровня Love, Death and Robots, ну, или сериалов, или там в кино используют, конечно, гораздо больше этих тайлов. То есть, грубо говоря, в чем смысл этой штуки? То есть вот здесь вот видно кусок руки, вот и вот это верхняя, получается, внешняя сторона руки, вот это внутренняя. И на каждую часть руки это 4К текстура. То есть, ну, то есть 4К на эту часть. И, соответственно, ее можно показать, ну, зрителю на 4К-мониторе вот достаточно таким крупнопланом, и будет вся детализация пор видна. И именно для этого это делается. То есть модель разрезается на кучу-кучу кусков и раскладывается вот таким образом. В отличие, допустим, от игровых моделей, где в основном все оптимизируется вот под один квадратик. То есть на всего персонажа там 4К, ну, или там, допустим, 4 сета. То есть 4 квадратика. А смотри, а руки здесь именно кисти отдельно разложены для того, чтобы на них была больше детализация текстуры, да? Да, да, именно так. Потому что у меня был кадр. И, ну, кадр крупнопланом руки сейчас я покажу. Ну, во-первых, здесь, ну, здесь так она замылена. Вот, вот именно для этого кадра я делал. Потому что требование было отрендерить картинку там в 3,5К. И я прям с запасом взял разрешение. Вот, и, ну, соответственно, вот здесь детали все, складочки видны. То есть если я бы сделал это все, там, допустим, эти даже две руки на 1,4К, ну, тайл, то, скорее всего, у меня было бы мутноватая текстура, либо, ну, в общем, не такая качественная. Вот. Это вот делается для этого там. Еще такой момент есть, допустим, лица. Ну, я обычно лицо делаю на 4К, то есть все лицо, всю маску вот эту. Но иногда даже лицо режут на части. То есть там одно лицо может занимать там 10 текстур. То есть в общей сложности это 40К будет. Текстура одна на лице, она там складывается. Вот. И, ну, это плюс не то, что одна текстура. То есть там нужно отражение, ну, текстура глосси, то есть отражение, диффузы, разные рода маски, там, для пота, для грязи, разного рода, там, ну, дисплейсменты. Их тоже там несколько. А как они потом соединяются без швов? Вот. Это вот система UDIM называется, так называемая. То есть в шейдерах, в 3D Max, и там, ну, во всех вообще, Maya, Moda там и так далее. Ты... Сейчас я прям наглядно покажу, как ты это делаешь. Просто объясните, это довольно тяжело. Очень интересно. Да, вот, допустим, мы создаем шейдер V-Ray. Давай. Подвис чуть-чуть. В общем, мы создаем шейдер... Давай. Извеняюсь за задержки. Да, смысл. Смысл в том, что, в общем, мы когда создаем текстуру, прописываем в нее путь, мы просто прописываем такой префикс UDIM. Ну, то есть... Блин. Все зависло. А, вот. Просто у меня очень много всяких фейдеров. Допустим, мы создаем UDIM. Допустим, здесь текстура называется как-нибудь там diffuse. Там diffuse 1. Вот. И у всех UDIM текстуры есть 1.0.0.1. Вот такого формата, ну, так называемый префикс, я его называю так. То есть это некий номер идентификационный. Он означает номер, то есть положение вот этого вот тайла. То есть 1.0.0.1 — это вот этот квадратик, 1.0.0.2 — это вот этот. И, соответственно, 1.0.11 — это вот этот. И так вот выше. Все они пронумерованы там до бесконечности. Вот. И когда мы здесь вместо вот этого берем, прописываем, ну, это, допустим, в 3D Max так работает, UDIM, то у нас автоматически система берет и в каждую текстуру она, ну, запрашивает этот номер у нее, смотрит на какой-то номер и отправляет на нужное положение на UDIM вот этой развертки. Ну, то есть она, получается, их раскладывает сама. И все. И потом, когда мы рендерим, она рендерится без швов, потому что, ну, когда мы экспортим, мы соблюдаем паддинг, то есть у текстуры отступается там, копируется последний пиксель на несколько раз, ну, на несколько там. Да, чтобы соединялось без швов. Да-да-да, то есть оно соединяется без швов абсолютно и работает. Но я знаю, что вот эта штука, она работает только вот в рендер-движках. В Unreal, допустим, в Unreal Engine, в игровых движках, я не уверен, что она без швов работает. То есть и, ну, сейчас ведутся разработки, насколько я знаю, на эту тему. Вот, то есть в играх эту систему используют, но используют для деталей, допустим, ну, которые не, ну, это когда не один мэш. То есть, грубо говоря, голова — это, ну, один квадратик, это текстуры, там, одежда — это другой, и они между собой не соединены геометрией. То есть, ну, не будет видно шва. Вот тогда это используется в играх. Вот, это что касается текстуринга. Дальше после этого я все это отправляю в ZBrush. Сейчас я открою уже. Ну, отправляю ZBrush и, в общем, начинаю там скульптить, делать детали без каких-то там критических изменений общей формы, потому что, ну, критические изменения общей формы могут заставить текстуру и развертку сильно растягиваться. И получается, когда добавляешь детали, они там некорректно работают. Так, сейчас. Вот. Так, сабдивы. То есть, у меня, получается, я сюда отправляю уже с готовой геометрией уже готовый под там брендер и анимацию и просто добавляю сабдивов на нее и уже начинаю скульптить. Здесь вот ключевой момент такой, что скульптить, ну, не нужно, нельзя перейти грань со складками. То есть, ну, это вот, если касательно одежды. Обычно я заметил, особенно в игровых, ну, художники игровых персонажей, которые делают игровых персонажей, они начинают скульптить складки, ну, очень критично. То есть, допустим, на вот здесь локте, когда сгибает, ну, человек, у него там куртка, допустим, кожаная, она сильно сгибается, ну, сильно складывается. И художники как бы скульптят, получается, в некой нейтральной позе с сильными складками. И это можно понять, почему это дело для игр, потому что там не симулируется, ну, одежда, которая в обтяжку идет. В нашем случае для синематиков вся одежда симулируется, и поэтому зоны, которые в обтяжку, где очень сильные складки, они, ну, также должны, в общем, находиться в, как сказать, в позе, в позиции, натуральной позиции. То есть, грубо говоря, вот вы одели штаны узкие, складки какие-то сформировались, вот, когда вы стоите ровно, и все. То есть, лишних складок нельзя делать, потому что, когда начинает симулироваться одежда, ну, то есть, складки, которые вы на скульптили, они, ну, их никуда не денешь. То есть, там, либо текстуру анимировать, но, как правило, никуда это не делать. То есть, они остаются в текстуре. И, допустим, если сделать вот здесь вот на колене, не знаю, вот такие какие-то складки, они будут круто смотреться, ну, я образно говорю, круто смотреться вот в такой позе нейтральной, но когда он побежит, согнет колено, вот эта часть должна растянуться, а она здесь, ну, заскурчена складка, и поэтому, ну, как бы она будет выглядеть уродски. Просто, ну, некорректно очень. Ну, вот это классно, что ты Marvel as designer используешь, потому что он тебе сразу дает отсимулированные складки. Да-да-да, именно поэтому Marvel as designer как бы в пайплайне и достаточно так серьезно. Но нюанс такой, что Marvel as designer не всегда дает корректные складки. То есть, допустим, вот здесь вот они некорректные складки, но я их не справлял, потому что у меня нет просто кадров под это. Вот, но они не очень как бы ровные, работают ровно. Скорее всего, брюки такого материала, они бы работали немножко по-другому. Вот, и как бы после Marvel as designer я обычно добавляю либо совсем мелкие какие-то складочки и там швы, которые, ну, они просто есть на одежде, допустим, на чуть-чуть помятой одежде, они никак там не реагируют особо при анимации. Либо же просто вот эти складки из Marvel as designer я немножко корректирую, то есть чтобы они выглядели чуть-чуть корректно. То есть прям, ну, очень-очень слегка. Вот. Потом вот я говорил про мелкие складки. Какие-то вот, ну, тут такого рода. Вот здесь вот, если видно. Совсем-совсем тонкие какие-то вещи, которые, ну, при анимации, то, что они здесь есть, они, ну, незаметно будут. Вот эти вот вмятинки. Машинки, вот. Допустим, в этом персонаже я сделал сильные складки на жилетке, потому что уже сразу понимал, что у нас будет сидеть он. Я его сразу поставлю в позу, и поэтому, ну, чтобы мне там сразу понимать, как у него работает будет жилетка. То есть, в общем, сразу заскрутил я, чтобы, когда он сгибается, вот так у него здесь складки возникли нормальные, корректные. Вот. Так. Subdiv. В общем, да, вот. Subdiv. Давай. И после того, как я уже продеталил, я называю это средними формами, то есть, я продетализировал средние формы, вот здесь вот я еще могу корректировать общие формы, то есть, здесь конкретно я корректировал ему ширину рукавов, немножко там штаны в коленях прибрал, то есть, вот эти вот вещи, которые, ну, Marvel's Designer, допустим, дольше делать или сложнее, потому что там чуть расширил, надо ждать, пока она пересимулируется, она начнет там еще сама в себе танцевать. Вот. Как раз вот здесь вот про рубашку, то есть, у меня хлопковая рубашка, она, ну, допустим, я бы представил, что он ее там редко гладил, в те времена особенно, вот на ней есть вот эти микро-складки. Это вот то, о чем я говорил, те складки, которые при анимации очень редко заметны, то есть, они, скорее всего, заметны, когда персонаж остановится, и вот этот motion blur, то есть, размытие, его, ну, не будет, и тогда эти складки будут видны, и они тогда будут выглядеть корректно. А когда он, допустим, бежит, или там идет, у него это все размазывается, их не видно. Вот. И, ну, поэтому они, как бы, их добавляют. Вот. Но вот сильно вот с таким переусердствовать нельзя, потому что это может критически сказаться на финальном результате. Но потом вот эти маленькие складки, они остаются как геометрия, или уже как текстура, просто как displacement, или как... Да-да-да. Вот эти маленькие складки, они остаются как текстура уже, да. То есть, геометрия, вот, можно сказать, она где-то вот, ну, в таком формате. То есть, и работают в симуляции... Ну, нет, это слишком, наверное, низкая. То есть, симулирует примерно вот такого рода геометрию. Вот. То есть, если мы сейчас удалим высший, и вот начнем с Sub9, ну, то есть, вот складок этих нет. Вот. И вот те складки, которые были до этого, они уже на текстуре, да. Ну, вот. Ну, на displacement. Карты normal очень редко используются в синематике. Прям вообще крайне редко. Там где-то на третьем плане может быть какая-то изерная какая-то штука. Вот. После этого я перешел к детализации лица. Это самая интересная такая штука. Сейчас я уберу все лишнее. Ну, на этом персонажи детализацию лица я прям там сильно критично не делал, потому что планы были... Ну, как бы вот... Ну, очень крупных планов не было. Там, по-моему, один только у меня был план. Ну, встала достаточно деталь, напор и все. Ну, да, вот здесь как раз я просто под ракурс сделал. Под ракурс и под то, что это был там 3K, что ли? Оно здесь не финально залито. Ну, в общем, чтобы были... Как бы были видны поры, но они не совсем корректно там работают, поэтому... Ну, для этого проекта, для этого ракурса хватило вполне. Вот. Как они делаются обычно? Есть, в общем, несколько способов. Первый способ — это... Он появился не так давно. Сейчас я покажу. Сайт 3D Scan Store называется. В общем, после того, как они выпустили вот этот продукт, ну, FreeHead, и вообще они выпустили сканы людей, уже сканы людей, плюс готовые текстуры с картами нормальными, с дисплейсментами, со спекулярами, и все это, ну, как бы разложено на текстуру. Сейчас я, наверное... Ну, ладно, не буду искать, сейчас тратить время. Ну, в общем, готовые текстуры. Полностью со всеми шейдерами, со всеми дисплейсментами. Вот, да, multi-texture, base mesh. То есть есть там base mesh у них, на которых все подготовлено. И сейчас в синематических пайплайнах, как бы, ну, никто поры не скульптит там отдельно. Только там, ну, такие люди, как Хосейн Диба есть, который там, или как-то еще художника звали, забыл. Но, в общем, он каждую поринку высаживает. То так не делают. Делают... Вот берут вот эту голову, готовую со всеми текстурами, как бы натягивают на голову своего персонажа и просто прожектят все текстуры абсолютно с рельефом со всеми остальными. И потом уже их корректируют. Вот. Как это делают, то есть как натягивают? Есть разработка наших, причем русских ребят. Вот Russian 3D Scanner называется. Врап-икс, в общем, врап-икс программа. Ее используют по всему миру, все продакшн-студии, вплоть до Warner Bros., до Sony и так далее. Ее смысл в том, что... Ее смысл в том, что она вот как раз позволяет быстро и, ну, вообще там, в секунду вот, натянуть какую-либо болванку на готовую голову, на готовый скульпт. Ну, или будь то скульпт. Больше, действительно, быстро. Это вообще, это просто облегчает работу нереально. До работы с этой программой можно делать ZBrush, то есть прожектить кусками, но, насколько мы знаем, там, все время получаются какие-то артефакты, там, вылазит геометрия, ее надо сглаживать, это сглаживает поры, ну, то есть это очень такой танц с бубном. Вот эта программа, она облегчает просто нереально. Работу всем и все ее используют. Вплоть, ее используют для вот projection рук, я использую для зубов даже, то есть там, если у меня даже были, ну, модель там, в ней 30 зубов, а мне нужно на 32. Она все равно перетягивает их и корректно, ну, как бы зубы, они же не сгибаются там, ну, без разницы, как геометрия. Вот, и она растягивает зубы корректно, то есть ли точки правильно расставить. Универсальная, в общем, программа. И, в общем, в связке вот это, в RepX и вот этих голов от 3D Scan Store получается так, что мы можем там буквально за там несколько часов натянуть на свой скульпт, а, нет, ну, допустим, скульпт он там без деталей, что мы сделаем так. Вот он без деталей, я на него натягиваю голову вот с того сайта и projection детали. И у меня вот эти все поры, абсолютно они все project'ятся. Ну, то есть на мою модель. Да, приобретают форму. Это очень ускоряет работу. Но тоже это не панацея. То есть ты когда запроджектил, у меня, допустим, проджектил, и у меня жуткая проблема с губами была, я их полностью руками вот это все делал. А, допустим, вот здесь вокруг глаз тоже, оно там как-то съезжало, допустим, вот эти складки, которые были под веком, они на века залазили. То есть это, ну, не прям панацея, да, но общую формулу там детализации они дадут. Но смысл в том, что вот эти крупные складки, допустим, на лбу у старых мужиков, там вот как они, мимические морщины, они все, естественно, скульптятся руками. То есть вот в этом нюансе. То есть здесь оптимизируется работа только на уровне детализации. Вот это ускоряет, конечно, работу колоссально. До этого я делал, есть от этого же сайта, допустим, XYZ, у них есть кисти. Я не уверен, что здесь они есть. Ну, в общем, есть кисти для ZBrush, то есть там, ну, альфа просто, и разных зон лица, разных зон, там, руки. И ты просто альфами, как обычно, любую детализацию раньше проджектишь, так потихонечку, раз за разом, там, пытаешься их сглаживать, друг с другом, там, ну, накладывать бесшовно. Вот. Ну, это как бы больше времени займет, но можно более артистичных таких результатов добиваться. То есть, допустим, мне на этом персонаже захотелось здесь вот больше пор, ну, когда вот кожа загрязнена, получается черные точки, то есть поры такие расширены. Вот. А, ну, искать скан головы с расширенными порами, это как бы, да, везумие какое-то. И поэтому проще просто заскульпить, допустим, эти нюансы уже руками. Тут как бы, ну, тоже такой баланс получается между этим всем. Вот. После этого персонажи, ну, мы все сделали всю детализацию для всех частей. После этого я, допустим, использую стандартный мультимап экспортер, экспортер. В ZBrush экспортирую displacement map, ambient occlusion, cavity иногда, ну, ну, то есть очень редко даже, я бы сказал. В основном displacement map использую. И, соответственно, у меня экспортируется как раз вот эта вот куча-куча-куча текстур там на каждый, на каждый UV tile, то есть на каждый, ну, текстурный вот этот квадратик, в общем, так назовем его. И уже после этого делается, делается gray shaded gray shaded path, так называемый. То есть это вот в таком формате. Он делается сразу уже в освещении. И вот здесь вот уже мы переходим в light rig, так называемый light rig, раздел. Вот. Что такое light rig? Я сейчас начну. Light rig — это некий сетап, некая, некая сцена, в которой разные виды освещения уже настроены. То есть, грубо говоря, какой-то интерьер, ну, берется, как правило, какой-то интерьер с таким приглушенным светом, какой-то, какой-то свет с улицы, где жесткий свет от солнца и, допустим, там, ну, ночная, если нужна ночная сцена. К примеру, у нас-то есть три источника освещения. И наша модель загружается, ну, на низком уровне полигонажа, загружается уже в сцену и тестируется с дисплейсментом, то есть, ну, или с картами нормали, там, кому как удобнее. Текстура, тестируется рельеф, то есть, как свет работает с рельефом, без текстуры остальных, то есть, это просто как глиняная такая скульптура получается. Вот. И здесь уже проверяется, ну, там, правильно ли запекся, там, дисплейсмент, правильно ли, ну, работает геометрия, нету где-то артефактов. Вот это, допустим, без дисплейсмента у меня тест был. И, ну, здесь, конечно, так себе. Ну, видно артефакты, то есть, это я специально сохранял, чтобы, ну, этапы, чтобы понимать. Первое, первое, это пересекается одежда, то есть, она, ну, геометрия, в геометрии это недопустимо вообще абсолютно никогда. Плюс вот на складках, на рукавах такое, как лесенка идет. То есть, ну, эта геометрия неправильно работает, полигон неправильно расположен. Вот. Это нужно все исправлять. Вот. А потом я исправлял, исправлял несколько пассов. По-моему, вот это последний, один из последних, да. Вот. И для чего это делается, вот такая штука? Потому что, вот можно увидеть сразу разницу между этим и, допустим, здесь. То есть, в зебраше, рендерном зебраше, в зебраше всегда рельеф выглядит, там, ну, процентов на 20 сильнее. То есть, вот эти складки на животе, они здесь выглядят, ну, гораздо сглаженнее. Вот. И иногда из-за этого получается так, что ты скульптишь, как бы, слегонца складки или, там, ну, какую-то деталь, там, не знаю, все что угодно. Ты рендеришь, а оно у тебя гладкий, гладкий персонаж получается. И приходится обратно в зебраш, обратно перепекать. Вот. Именно вот для этого это и делается, чтобы весь рельеф, вся модель, вся работала, и только потом ты уже начал настраивать диффуз, то есть, цвет, там, отражение все, вот, ну, работу материалов и все остальное. Вот. То есть, lookdev и lightrig, точнее, lightrig, это, если вкратце, это определенный источник освещения, сцена такая, в которой тестируются все ассеты. У студий, там, в том числе и Blur и все остальные Cinematic Studio, там, даже рекламные студии, они делают подобные сетапы для себя отдельно. то есть, можно, там, ну, как бы, это обычно инсайдерские разработки, и они не передаются из студии в студию, вот. Обычно берется HDRI-карта, ну, как текстура, так и 360, она с высоким диапазоном информации в пикселях, поэтому, в общем, из нее можно делать карту освещения, то есть, как я здесь и сделал, это просто текстура натягивается на окружение в 3D, и она освещает сцену, и, как бы, лучи отражаются здесь и получается такое освещение, но, по крайней мере, в Blur Studio и, вот, ну, для проекта, который сейчас начинают делать, мы, ну, зашли немного дальше, мы сделали фотограмметрию окружения, то есть, ну, грубо говоря, там, парковка, торговый центр, ну, такие вот обычные из нашего мира помещения, да, мы взяли, в общем, фотограмметрию, помещения, и, ну, то есть, это получилась, как бы, 3D-модель реального помещения с текстурами, и эти текстуры, они, ну, в силу того, что на фотоаппарат хорошие сфотографированы, они имеют тоже высокий диапазон, ну, экспозиционный диапазон, я не очень понимаю, как это фотографии там называется, но, в общем, информации куча в пикселях, вот, и, соответственно, у нас получилось так, что наш персонаж, когда он стоит в этой сцене, и когда свет, реальный свет из этой, отсканированного этого пространства начинает отражаться от его поверхности, он отражается в реальную геометрию, то есть, в реальную стену, которую мы отсканировали, и отражается обратно в него, как бы, ну, да, здесь вот получается такой крутой момент, что ты особо не видишь, точнее, думаешь, что особо разницы не будет, но по факту она, ну, колоссальная разница, я вот сейчас могу показать то, что я тестирую, вот сейчас я разрабатываю просто персонажа для, ну, как бейсмэш, реалистичную там девушку, она без текстур, тут только дисплейсмент и все, даже глаз нет, вот, то есть, и у нее сразу, сразу получается, ну, освещение на ней работает, вот как в реальной жизни, то есть, здесь просто шейдер, и все, и дисплейсмент, ничего нет, вот, ну, здесь такой контент, немножко для взрослых, вот, и сразу можно видеть, что, ну, некорректно где-то свет работает, то есть, здесь неправильный рельеф, допустим, вот здесь вот тени работают слишком жестко, вот, и когда начинаешь уже на рендерить там, ну, с текстурами, ассеты или персонажи, они реально выглядят, вот, супер реалистично, как в жизни, то есть, начинается фотореализм, отсюда вот и начинается, то есть, фотореализм, он начинается от света, от освещения, от пространства, в котором находится объект, а не от качества объекта, это вот нужно, ну, всегда учитывать, то есть, может быть, когда, ну, там, художник затекстурил персонажа, полностью его сделал, вроде бы, как бы он понимает, что он сделал все правильно, начинает его рендерить, а он выглядит, ну, неправильно, или там, некрасиво просто, нужно посмотреть на освещение, в котором он рендерит, потому что, в этом, на этом все завязано, вот, так, ну, да, вот, в общем, у нас gray shaded path прошел, color chart, вот этот вот, многие спрашивают, зачем он используется, он используется, как референсный цвет, в данном освещении, ну, насколько я это понимаю, своим мозгом, вот, то есть, грубо говоря, красный, максимально красный, самый насыщенный, он в этом освещении, вот, будет вот так, и можно color picker как бы сравнить, если у тебя есть в сцене красная рубашка, чтобы она не была ярче или контрастнее, чем вот этот цвет, потому что, ну, то есть, вот это ограниченный некий диапазон, а можно сделать, ну, так как это компьютерная графика, можно сделать все, что угодно, вот, поэтому, вот это некий такой лимит или ограничение, но это мое понимание такое, я на самом деле могу ошибаться насчет того, как это корректно работает, лучше про это загуглить. Так вот, после того, как я протестировал в grey shaded персонажей, я уже начинаю, а, ну, да, этап волос, но как бы я волосы для продакшена не делаю, только, ну, для таких проектов своих, я сделал на этапе еще grey shaded волосы, это тесты волос, то есть здесь видно такие очень резкие границы, ну, общую прическу, в общем, сдавал. Волосы делал в 3D Max, в Arnatrix, ну, то есть без каких-то там либо сторонних там фишек или приколюх, вот, так же, как и брови, и усы, и все остальное. И в этот момент мне очень сильно помогала та прическа, которую я скульптил, если она у меня здесь осталась, да, вот эта, вот, то есть, во-первых, есть метод такой, что мы можем брать направление прямо с этой геометрии, то есть мы можем там нарисовать направление по ней в виде сплайна, и по этому направлению растить волосы, и они будут вот, ну, прямо обретать вот эту же форму, это очень удобно, например, иногда просто удобно, что у тебя есть некий референс, который утвержден супервайзерами, в виде такой скульптурки, и уже начинаешь под него там подминать, но я, естественно, потому что я сам себе супервайзер-ардиректор здесь был, я его подмял, как мне уже там нравилось, да, это вот гифка с таким тестом, turntable, вот, и здесь тоже важно там толщину волос соблюдать, густоту волос, вот эти все моменты, потому что это все очень-очень критично, и важно в зависимости от ракурса, тоже здесь все, все в синематике построено под ракурс, это очень важный такой момент, так, после этого, в общем, я, естественно, отправлял все это на текстуринг, я текстурю в Mari и в Substance Painter, к сожалению, сейчас я у себя, у меня файл заархивированный на дисках, на удаленных, так сказать, я, короче говоря, сцены эти не, ну, не смог найти и вытащить их, но смысл в том, что особо рассказывать нечего, в Mari текстурю органику, и иногда одежду, в Substance Painter и текстуре все остальное, то есть все ассеты, очки там, наушники, кольца, ну, все такое, то есть железки, может быть, какие-то, но в последнее время начал еще в Substance и текстурить и одежду, потому что там готовых пресетов куйма, просто очень круто, вот, но есть нюансы с тайлингами, там, со всеми этими делами, для детализации одежды обычно используют также x, сейчас я, иду сайт, x, z, текстуры, то есть эти ребята сделали огромную работу, они сканируют, ну, реальные, реальные вещи, там, кожу, айрис, то есть глаза, вот, все зрачки, из реального мира, то есть у реальных людей, и получается, ну, колоссальное качество вообще, так, класс, и у них есть сканы одежды, то есть не то, что одежды, а, ну, одежды тоже появились, сканы материала одежды, то есть сейчас, то есть вот такие вещи, они талятся, и это, это displacement карты всегда, то есть они заточены специально под кино, под кинематограф, и из них можно сделать, конечно, нормальный, без проблем, ну, как бы у них в основном displacement, и в общем основной, первый паз текстуринга, это всегда идет просто грубо, вот, накидывание вот этих материалов, вот, в правильном их масштабе расположить, там, правильное означение будет, чтобы они там выдавливались, не слишком сильно, слишком мало, вот, и потом уже поверх этого начинаешь добавлять всякие, там, ну, грязь, там, какие-то потертости, может быть, ниточки, которые в текстуре именно, такие, ну, то есть там цвета, вариации цветов, вот, и здесь же, опять же, вот про реализм, то есть разница, там, реализма и, допустим, стилизации, там, в реализме всегда, ну, никогда не бывает абсолютно такого плоского флет цвета, даже, допустим, у кожи на кресло, там, черное, если посмотреть на его карту альбедо или карту диффуза, ну, то есть абсолютно цвет без отражений, все равно там есть микро вкрапление какого-то там, какой-то вариации цветов, вот, и это, ну, очень важно, при работе с реализмом это все учитывать, то есть добавлять там некие микро-микро изменения цвета, даже если одежда, вот, как у меня на этом проекте, ну, она довольно чистая, то есть ничего такого нет, даже вот здесь вот видно на жилетке, она как бы шерстяная жилетка, предполагалось, и вот здесь есть микро вкрапление белого, и здесь еще добавлял много такой грязи, которой особо визуально не видно, но если я уберу ее из рендера, сразу будет понятно, что что-то не хватает, ну, как бы здесь и так не идеальный, конечно, рендер, но в целом добавляется ощущение такого, как бы, материала, то есть сразу, ну, у меня лично возникает ощущение на пальцах такое, что я вот трогаю его, когда он выглядит так, как он должен выглядеть, я чувствую его пальцами, и это очень прикольно, но, допустим, вот под этот кадр, это не сработало, а здесь она такая плоская выглядит, ну, вот как бы сроки жали, поэтому так вышло, вот, так, у нас время еще есть, остается еще время? есть, конечно, еще, супер, вот, смотри, а Риг? вот, я сейчас к Ригу как раз хотел переходить, когда у нас все это затекстурено, и, ну, уже вот, там, волосы даже настроены, сначала перед Ригом делается вот такого рода, а, сейчас лучше гифку открою, делается финальный рендер, ну, тернтейбл персонажа, вот как я здесь делал, то есть, ну, смотрится шейдера, после текстуринга, то есть, когда текстурим в пейнтере, помарим и загружаем, смотрим, все неправильно, начинаем заново текстурить, опять экспортируем, то есть, это вот такое, прыжки происходят даже при... сколько раз может это повторяться? у меня вообще, у меня очень часто происходит разное, не знаю, максимально было, наверное, раз 45, я переотправлял, очень много, да, я раз, наверное, вот такой инсайдик, для Love, Death and Robots, вот этого майора, вот этого майора, я ему пот изменял 12 раз, в смысле, вот этот вот капли, как они стекали, там испарено, не испарено, вот-вот здесь вот ее только видно, и то она бурит, то есть, ее не видно даже, но вот мы корректировали очень сильно, да, но здесь вот единственный момент с глазами, конечно, мы все мучились, мучились, после этого мы изменили систему глаз, и она гораздо, конечно, лучше выглядит, вот, то есть, это прыжки очень, очень-очень такие, из текстуринга, в рендер, но в общем, отрендерили, допустим, у нас все заработало, мы сделали этот тернтейбл, как называемый, и сейчас вопрос возникает, допустим, нам это нужно заригать, ну, в продакшене мы ригаем для того, чтобы анимировать, естественно, и там уже, как я говорил, адаптивный риг, то есть, ну, готовый скелет уже есть, он с контроллерами, чтобы его там шевелить, чтобы на него навешивать motion capture движением, то есть, там, ну, в студиях обычно все уже настроено, в Blurie тоже настроено, то есть, скелет вплоть до лица, ну, до скелета лица, для анимации, для всего, все настроено, все контроллеры, и они просто, я не знаю, каким образом, потому что я не риггер, но они, ну, как бы, его адаптируют под геометрию, ну, то есть, там, изменяют длину костей, автоматически все, скин происходит, то есть, привязка кости к вертексу, вот эти веса, так называемые, чтобы, ну, то есть, воздействие кости на, на сустав там, на часть тела какую-то, вот, плюс делается, естественно, конечно, риг всех там пуговиц, каких-то сумок, вот этого всего, и в данном, допустим, проекте, я, я, кстати сказать, как раз нашел, я записывал, как я делал, ну, риг, для этого проекта я делал просто скин без контроллеров, то есть, я не назову это ригом, ну, как бы, то есть, я построил скелет, скелет тоже, это авторигом, ну, как правило, делается авторигом, и в студиях, так же, как в блуре, написан авториг, который просто автоматически ригает, ну, практически любого персонажа, вот, 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 здесь тоже был авториг майский, использован стандартный, веса я чуть подкрасил так, чтобы у меня вот, ну, все сгибалось и нигде ничего не вылазило, но здесь можно, видно сразу, что все это работает вместе с одеждой, и то есть, может возникнуть вопрос, да, что, ну, как бы мы же, без бланк шейпов, да, без бланк шейпов, просто скин, вот, да, сейчас, да, пока что это вот чистый скин такой, суровый, суровый скин, после этого, когда, ну, вот это вот, такого рода модель, такого рода риг начинают анимировать, конечно, там его оптимизируют, режут на низкополигональной модели, чтобы там в сцене прыгнули, это уже нюанс, вот, в общем, его анимируют, когда одежда как приклеена к персонажу, то есть, она вместе с ним, со скелетом сгибается некорректно, и уже только после этого, когда анимация утверждена, начинает симулироваться одежда, то есть, там выделяются зоны, допустим, зона ему, я вот симулировал ему одежду, выделял зону для симуляции только от плеча до, не знаю, как рукав, ну, то есть, вот эта вот часть рукава, которая в обтяжку сидит, то есть, часть рукава, которая в обтяжку, и то, что под жилеткой, оно не симулировалось, оно также приклеено к телу, а симулировалась только часть вот этой вот руки, которая свободно, по идее, должна болтаться, вот, это такой вот типа лайфхак в синематике, то есть, ну, и в играх так же происходит абсолютно, симулируется только та часть, которая должна симулироваться. Просто мы чуть-чуть более детально к этому подходим. Ну, то есть поглубже чуть-чуть симулируем. Вот. То есть в таком формате заригал, привязал все пуговицы, все жесткие части привязал к мэшу, чтобы они не сгибались тоже, а работали как в реальной жизни. Были привязаны. И после этого начал задавать позы этому персонажу. То есть, ну, как в продакшене, то есть не анимировать, но задавать позы. Сейчас я попробую открыть, найти все сцены с позами для этого персонажа, так как у меня было куча сейчас, куча пост. Ну, как бы тут раз, наверное, два, три, четыре, пять, шесть, семь поз было. То есть, ну, как раз я именно поэтому использовал риг, потому что мне нужно было быстро изменять и без там дикого рискульта. так, поза один, наверное, вот это откроется. Так. Если есть какие-то вопросы там, я могу ответить. А то я просто как пулемет балаболе, может быть, уже подустали. Да, пишите в чат, у нас в Zoom есть чат, так что если что-то хотите спросить, то публикуйте сюда свои вопросы. Там был вопрос про запись, будет ли запись. Да, я ответил. Супер. Так. Ладно. Вот. Это, короче, первая поза. То есть, я его поставил в позу вот тем ригом, ну, то есть, на том скелете. И, но у него здесь уже складки, естественно, перескульптился. То есть, тут мы переходим к вопросу про корректирующие блайндшейпы. И когда я его ставлю в позу, то у него, естественно, вот таких складок нет. Они физически некорректно работают. То есть, они, ну, там, как-то изогнулось, как изогнулось. Соответственно, нам нужно проскульптить. Это загоняется в ZBrush, прям модель в позе, допустим, в которой нужно подкорректировать. И я начинаю просто скульптить поверх вот этого все дела. И скульптить начинаю не на маленьких деталях, или там не на средних формах и там мелких формах, а на общих формах. То есть, чтобы это прям изменяло геометрию. Потому что я же запек уже дисплейсмент с той модели, и мне не нужно, чтобы складки как бы пересекались друг на друге. Вот. То есть, здесь момент такой, что я просто, по сути, перемоделиваю немножко этот, ну, перемоделиваю там рубашку в данном случае. То есть, изменяя геометрию. И прям вот эту геометрию я отправлял в сцену в 3D Max и накидывал дисплейсмент уже, который я запек в Т-позе, и начинал рендерить. А смотри, а вот здесь у модели такие пальцы какие-то немножко уменьшенные. Да, да. Но здесь смысл в том, что я ненавижу, короче, изгибать пальцы, а еще поза ставить пальцы. И если увидим здесь... По-моему, я их... А, ну да, они под столом. Как бы я их не делал, потому что они под столом. И вообще в реальном продакшене, допустим, аниматоры, это вот я прям видел, это было очень забавно, когда персонаж, допустим, идет там, не знаю, за забором, да, он идет, у него голова, плечи там видно. Персонажа анимирует только по пояс. Все, что под забором вообще, ну, как бы забивает. Особенно опытные аниматоры прям не анимирует, прям там ноги так вот идут и все. Да, то есть, или, допустим, персонаж где-то там за кадром, и он за кадр выходит, то не анимируется то, что там за кадром происходит, просто он там подлетает, хоп, начинает анимация происходить, и уходить за кадр также без анимации. И здесь то же самое, тот же самый принцип. То, что вне кадра все срезается максимально. Вот, поэтому здесь пальцы такие. Ну, ногу я поставил, я думал еще ногу немножко вытащить, поэтому я как бы ногу согнул. Вот, и это вопрос о корректирующих блэндшейпах. То есть, допустим, у нас персонаж, ну, у него там жесткая файтинг стена, то есть они бьются, и, ну, персонаж как он там, не знаю, прыгает, как-то очень крутой трюк делает, и у него, ну, как-то, как-нибудь там, допустим, анатомически там нужно как-то изогнуть, или что-то у него там вылезло, мышца какая-нибудь вылезла там, ну, я не знаю, представьте себе корейский или там китайский фильм какой-нибудь, или индийский. Вот, он вылетает, он там как-то изгибается, и нужно ему, допустим, подскульптить, то есть, ну, изгиб вот локтя. Допустим, он некорректно работает. Вот, именно берутся вот эту позу, вот этот кадр. Ну, редко отправляются, скажем, зебраж, потому что сейчас в мае уже есть подобные инструменты. Ну, в общем, скульптится вот этот момент. И либо это отправляется, ну, запекается в текстуру, если там какие-то изменения такие довольно критические. Вот, если, ну, критически на средних и на малых формах. А если на общих формах, то, как правило, просто копируется геометрия и используется как Morph Target, то есть, ну, так называемый Blind Shape. В мае называется Blind Shape, в 3D Max и Morph Target. То есть, я могу показать даже это на реальном примере. Но анимация уже в мае делается. Ну, в мае, да. В Blur, допустим, они софт-имидж используют до сих пор, для всех остается загадкой. Ну, зачем? Ну, удобнее. Два вопроса с чата. А какой софт используется для симуляции одежды? Зависит от студии к студии. То есть, здесь такой момент, что, допустим, я не уверен, что я могу это рассказать вообще про Blur, но я знаю, что используются стандартные, чаще всего стандартные, это Maya Max, очень редко Marvel's Designer, потому что, ну, были, у нас были проекты, в которых мы использовали Marvel's Designer как софт для симуляции, но это очень такой специфический pipeline был и, ну, довольно странный результат выходил. В общем, обычно Maya Max. Для Maya, я знаю, есть прикольный сейчас плагин, я сейчас не вспомню, наверное, как называется, но он немножко интереснее, чем стандартный майский, майский симулятор с одеждой. То есть, там очень просто и очень корректно симулируется. Мне лично нравится симуляция вообще в динамике, конечно же, в Maya. Допустим, вот этого мужика сейчас я симулил в Max. Ну, здесь, ну, это тест, я просто для себя делал, потому что мне интересны такие вещи. Вот. Здесь она там кривенькая, там я на низком разрешении делал, но я симулил в Max. И, ну, были некоторые там вопросы к адекватности для всей вещи. Допустим, в Maya все эти вещи делаются, ну, я тестировал, не записал, правда. Ну, в разы проще. То есть, там динамику каких-то бус особенно или каких-то вот вещей подобных, типа бусы, там меч висит на ремне. В Maya прям вообще золотое дело симулировать. В Max есть нюансы, есть трюки. Вот. Про корректирующие блэндшейпы сейчас... У меня сбились все морфы. Еще быстренько вопрос. А какие способы ты посоветуешь для превращения сплайна в волосы? Волосы? Ну, это в Варнатрексе есть такая специальная... Ну, как модификатор в Варнатрексе. Он сплайн to... Ну, shape to guide называется, по-моему. Да, так. Вот. И он прям их изменяет в гайду. Он прям строит гайды по этим волосам. Вот. Но со сплайном я не очень люблю из сплайнов делать волосы, потому что, во-первых, почему-то... Это, наверное, вопрос к разработчикам Варнатрекса. Падает очень часто Варнатрекс. То есть здесь плюс... Точнее, минус то, что он падает и довольно так тяжело им управлять. Плюс то, что у тебя, ну, как бы из сплайнов получается, ну, такая маска, которая... Ну, это сплайны. Ты с ним ничего не сделаешь и с ним ничего не произойдет. Это как геометрия. И у тебя Арнатрекс, как бы он там себя не вел, у тебя всегда эта форма останется. Ты можешь ее там, ну, экспортировать, импортировать, симулить ее там и так далее. Вот. Если делаешь просто Арнатрексом без сплайнов, то здесь есть моменты такие, что ты там можешь сцену из... Ну, из макса в макс перекинуть, а у тебя там раз чем-то переклинило, потому что там, допустим, версия Арнатрекса чуть другая или там версия макса или просто, ну, ошибки там софта. Вот. То есть, ну, вот, в общем, в Арнатрексе есть такой специальный модификатор. Про blend shape. В максе вот есть морфер. То есть, вот, допустим, у меня чуваку там, ему стрела влетела в голову с обратной стороны, мне нужно сделать так, чтобы у него там кожа-то вылезала. И, скорее всего, это сделают вот через подобную такую штуку. То есть, Morph Target. Ну, или вот, как я говорил, нужно изогнуть локоть, поправить локоть. Просто копируют эту геометрию или часть геометрии. И через blend shape добавляют вот эту недостающую там, недостающие изменения. И прямо этот же параметр можно анимировать. То есть, подвязывать его к ригу, допустим, эти же параметры, особенно в my. Вот. Но корректирующие blend shape и, допустим, на лицо, для лица, они всегда, ну, не то, что всегда, чаще всего они на геометрии. То есть, ну, это проще, потому что мы же сканируем геометрию, то есть, там, люди в разных, с разной мимикой, актеры. И, ну, уже мы можем легко получить displacement, то есть, карту рельефа с определенной мимики. И, допустим, поднимаем бровь, у нас складки на лбу возникают. Мы просто берем, рисуем в my зону такую, где использовать текстуру с головы, именно с мимика, в которой есть эта вот складка. И это все подвязывается к ригу. То есть, когда поднимаешь брови, допустим, вот, поднимается она и... Ну, да, в общем, меняется текстура, да, в общем, в этом месте меняется текстура и displacement проявляется на рендере. Также делается, ну, для игровой индустрии то же самое только с картами нормальной. И прям сетап можно собрать в Unreal Engine. То есть, это довольно старая технология. Для игровой индустрии ты уже скан, не поиспользуешь. Ну, там, наверное, скан не возьмешь для мультяша. Не-не, почему? Ты как раз можешь взять карты нормальной, просто не displacement, а normal map с этой, там, как оно, мимикой. Запекаешь и именно его используешь. Так вроде как и делают даже в последних тестах на Unreal, ну, где вот суперреалистичные люди, там вот именно так и делали. Да, но я имею в виду, если мультяшный персонаж какой-то человечек, а не... Даже не человечек, а больше, там, не знаю, собачка в виде человека. Само собой, конечно, мультяшный вообще тут... Это мы вот только про реализм сейчас говорим. Мультяшная стилизация абсолютно. Там блэндшейпы, естественно, они всегда скульптятся, там сканы... Сканы вообще ни при чем в стилизации. Вот, ну, как бы... А, и про стилизацию. Ну, я потом, наверное, в конце вернусь про стилизацию, чтобы сейчас технические эти моменты все... Да, давай, конечно. Вот. Так, а, про Рик сказали. Ну, то есть, да, вот, блэндшейпы делаются. Блэндшейпы делают как бы моделлеры, как правило, то есть их просят, ну, запросы. Если это какие-то, ну, достаточно такие артистичные нужны блэндшейпы, то есть какая-то необычная штука, в которой нужно использовать скилл моделлера или скульптора. Ну, допустим, в студиях, в которых я работал, это всегда делали чуть ли не аниматоры, потому что... Ну, или там ригеры. Потому что, ну, как бы все начинали с дженерализма, поэтому там чуть-чуть подправить это проще, чем отправить кому-то, попросить. Он там день отнял у него, переправил тебе и так далее. Вот. После рига, после анимации, естественно, все. То есть персонаж уже отправляется в сцену, в сцене уже сцен-ассемблеры ставят, собирают, ставят камеру, ставят свет. Проверяют, как это все работает уже именно в конкретном там шоте, в сцене. И вот если что-то работает некорректно, допустим, там, не знаю, шейдер или что угодно, там, глаза не такие. Ну, выясняют, в чем проблема. Если проблема в шейдере, допустим, в модели, в текстуре, это все отправляется обратно моделлером, текстурщиком, там, кому угодно, и подправляется, и проходит вот этот весь сетап заново. Вот. Как бы звучит дико, потому что столько этапов пройти заново, но на самом деле во всех студиях, сколько я видел, это вот всегда настроенный полуавтоматический этот способ. То есть ты, ну, загружаешь модель, она там автоматически обновляется, у всех появляется. То есть в Максе это называется XRef. Есть такие штуки, как XRef. То есть, грубо говоря, у тебя есть сцена референсная, референсная, ну, в мае, по-моему, называется референсы, не так? Да-да-да. Вот, да, то есть ты используешь сцене референсы, то есть ты обновляешь референсы, она обновляется у всех сразу, кто эту сцену загрузил себе. Это очень удобно, и прямо в продакшене, вот если никогда никто не изучал подобные вещи, изучите просто ради того, чтобы в продакшене понимать, как все это происходит, и чтобы, ну, как бы не ударить, как говорится, в грязь лицом, когда тебе скажут, что нужно такое сделать, чтобы извиняюсь. Вот. Ну, собственно, и все, наверное, в плане продакшен. То есть мы после этапа вот такого, как правило, character artist сдает свою работу уже, отправляет, ну, супервайзеру, они анализируют, и все, то есть, ну, естественно, за этим всем стоит еще всякая техническая штука, и очень такая нудная, такие как наименование слоев, наименование объектов вообще, то есть в каждой студии есть свой способ там именовать, потому что, ну, скрипты написаны, чтобы подтягивать как раз вот эти модели в сцены, и, соответственно, скрипт, он же обращается к определенному имени, вот, и эти имена нужно соблюдать, то есть везде документация есть, это очень скучная такая штука, вот, это тоже занимает какое-то время, как правило, у меня я прям выделяю там полдня или там целый день на проверку всех этих вещей, там, всех технических вообще, там, обнуление историй и так далее, вот. Вносит порядок. Что? Ну, это вносит порядок соблюдение. Да, 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 обязательно, даже не то, что, ну, это вносит порядок, и порядок — это прям must-have, это обязательно в продакшене. Если без порядок, то, скорее всего, с вами не будут работать, то есть вас уволят, ну, прям наверняка. То есть, или какие-то проблемы есть с, ну, смешем или там текстура не так, это еще, ну, простительно. Но если просто по документации там, ну, не могли вписать имя, там, 1, 2, 3 проименовали, скинули, то, скорее всего, просто скажу «до свидания», даже если вы хорошо там скульптите. Вот, ну, то есть, достаточно такие жестковатые в этом плане условия. Вот. Ты еще хотел рассказать про стилизацию. Да, про стилизацию. И перед тем, как расскажешь про стилизацию, еще два вопроса. Когда ты говорил про стилизацию, говорил, что Майя классно очень с этим работает, особенно мячи, бусы и так далее, появился вопрос, а как же Гудини? Гудини, ну, я не могу сказать точно насчет одежды, что она лучше. У меня опыт с Гудини был, это вот в Плариуме, мы пайплайн на Гудини строили. Я не профессионал там в Гудини, там буквально ковырялся только с водой. Но насколько мне известно, вот у нас чувак сидел и симулировал, симулил одежду. Там плюсы за счет undistractable pipeline, то есть он, как он называется, то есть когда ты можешь внести корректировки. Что еще раз? Процедурный pipeline. Вот, да, процедурный pipeline, то есть он, ну, можно внести корректировки. За счет этого это, да, это плюс, то есть тебе постоянно пересимуливать не нужно. Но, насколько я помню, там все равно приходилось все время пересимуливать. То есть за Гудини, в общем, я не ручаюсь, не могу сказать. Наверное, сейчас уже, конечно, там всяких штук прикрутили и стоит, конечно, Гудини приходить. И вообще я больше скажу, больше того, хочу сказать, что Гудини – это тоже мастхэв для изучения, если вы хотите в кино-пайплайне пройти. В синематик-пайплайне, конечно, все-таки, наверное, Майя Гудини. Вот там 3D Max – это вообще исключительно там Blur и еще несколько студий, которые там слышал. Вот, в основном Майя Гудини. И Гудини – это прям, ну, необходимая штука. Даже для look development, даже там для… ну, моделлера я не скажу, наверное, что… ну, моделить можно где угодно, но если, допустим, пайплайм построен на Гудини, финальный сцена собирается в Гудини, то, скорее всего, потребуют, ну, или попросят, или это будет преимуществом, как минимум, отрендерить финальный персонажа вот в таком виде, ну, вот в таком виде, уже в Гудине, то есть с гудиньскими, естественно, шейлерами там под всей сценой и так далее. То есть даже если вы имеете круто текстурить все остальное, если у вас look dev там, ну, плавает в Гудине, то могут быть проблемы. Вот. Так вот. Так, стилизация, точно. Про стилизацию. Я в стилизации вообще, ну, так себе. Реально у меня стилизованных тут работ, наверное, 2-3 есть. И, ну, вот этот я первое место занял на ArtStation соревнования, сделал стилизацию. Дело, правда, по концепту. Тут, наверное, я его не прикрепил. Там. Да, не прикрепил. В общем, концепт... Наверное, здесь есть. Концепт был крайне стилизованный, то есть он прям гиперстилизованный был. Вот, да. То есть абсолютно мультик. А мне было интересно сделать, ну, как бы не абсолютно мультяшный просто в 3D, а я хотел немножко вот пиксаровского такого захватить. Ну, это, конечно, круто сказано пиксаровского. Но именно смысл такой, то есть понять, как это работает. И я имею в виду то, что стилизация за счет пропорций, за счет цвета, допустим. За счет, ну, вот, то есть геометрии, то есть общими формами. А если тут посмотреть... Может быть, она в большом размере есть? Ну, ладно. Давайте сейчас перейдем покрупнее, у меня есть планы тоже. Тут, если посмотреть, то у него шейдера, ну, да, здесь тоже плохо видно, шейдера, в общем, они реалистичные. И смысл в том, что я здесь, допустим, использовал для одежды абсолютно тот же самый процесс, что использовал для реалистичных персонажей. То есть абсолютно такой же, там, маленький скейл для шерсти, там, волоски какие-то, вот эти вот микроразличия, также через displacement, то есть у веревок, у листьев я использовал также реальные текстуры листьев, и из них там уже генерил разного рода текстуры. Бамбук, допустим, ну, пришлось бамбук рисовать вручную, я что-то как-то... у меня не получилось реалистичную фотографию налепить, чтобы нормально смотрелось. Ну, вот, я его прямо текстурил руками. Хенд-пейнт был, но, естественно, был за референс взят реальный, как бы, этот бамбук. И также по поводу кожи. То есть я кожу не так прям сильно деталил, как там в реалистичном персонаже, но в целом у меня, по-моему, были тут... да, вот. А, здесь еще нет такой детализации. Ну, в общем, у него есть даже некий рельеф, то есть некие поры. Они очень условные, но они есть. То есть на губах вот складочки есть. И даже делал волосы, ну, микро-шерсть, чтобы она силуэт формировала. То есть... Да, то есть здесь это... Спасибо. Смысл в том, что даже в стилизованных персонажах делается, ну, реализм. То есть стилизация, она за счет... Рождается только за счет общих форм. Ну, там, общих, средних форм. Да, вот. И как раз возвращаясь к вопросу про блэнд-шейпы. Блэнд-шейпы... Здесь как раз и скульптится, да. Вот именно поэтому. Потому что формы разные. А как бы блэнд-шейпы — это же формы. Вот. И стилизованной формы из реальной жизни не возьмешь. Это да, это ты правильно сказал. Это право. Вот. И, собственно, вот... В общем, мне этим привлекает стилизация. Именно вот такая стилизация. Когда делаешь стилизованного, но при этом в реалистичных шейдерах, в реалистичном свете. Вот. И даже если посмотреть сейчас последние мультики, ну, не знаю, там любой... Там, пиксаровский мультик, любой. У них все равно, если присмотреться, у них материалы реалистичные. Если убрать персонажей из сцены, у них environment, как правило... Ну, он не прям реалистичный, конечно, он там. Но приближенный к реализму. То есть за счет там пропорций, каких-то форм, он, конечно, изменен. Но если вот посмотреть там на любой, не знаю, на пол, на паркет, он абсолютно как интерьерщики рендерит паркет в своих рендерах. Так что вот это вот то, что я хотел про стилизацию сказать. А там еще есть одна модель, тоже вот девушка. Я чуть ниже, третий ряд, по-моему, будет. Вот. Да, тоже стилизованная. С рыжими, да, волосами? Да-да-да. Ну да, да. Здесь вообще был заказчик... Они на азиатский рынок делали персонажа. Это не финальное лицо. У него было анимешное лицо абсолютно. Мне оно вообще не понравилось, поэтому я вложил это. Ну да, здесь как бы вот тоже был запрос такой по стилизации. Но здесь стилизация немножко... Ну, она менее стилизованная, так сказать. То есть она чуть-чуть ближе к реализму. Ну да. Да, ну вот это скетч такой набросал. Не знаю, зачем он был. То есть, ну, модель руки, допустим, она вообще, если ее зарендерить под реализм, это будет абсолютно реализм. То есть здесь стилизации как бы минимум. То есть он болтики, детальки. Вот. А так в целом, да, то есть здесь, ну, не знаю, за счет... Ну, анатомия абсолютно стилизованная, да. Свет, там, поза какая-то непонятная. Вот. Да, вот этот чувак тоже стильный. Ну, здесь робот как бы... Можно сказать, что он реалистичный, если он в реальной жизни такой может построен быть. А что это за проект был с роботом? Это все один проект. Вот этот, вот эта девочка. И там еще были еще три персонажа, но... У меня с ними там какие-то заминки возникли. Я, в общем, не стал их выкладывать совершенно. Это проект был, эта игра была, мобильная игра. И вот эти чуваки, они без фона должны вылазить, ну, там, как помощник какой-то, и какой-то текст возникает. Ну, там, не знаю, вашу базу захватывает. А он такой, ой, привет, вашу базу захватывает. Ну, да, вот. То есть это такие чисто картинки нужно было им сделать. Но я, ну, тогда вообще абсолютно фотобашем не владел. Я вообще не люблю там 2D какую-то вмешивать. Мне быстрее и проще было просто в 3D все это сделать. Я сделал и отправил им. Вот. Это тоже, ну, это я лично синематик пытался делать. И за концептил. Ну, это концепт тоже тут с фотобашем. Но в основном 3D-шный, тот цикл. Могу, да, еще, кстати, я вначале сам не показывал, с чего я начинал вообще. Могу просто для сравнения начать. А, ну, то, что я там дженералистом был в мошен-графике, это, да, все хорошо. В общем, первый, мой первый персонаж, это был вот этот чувак. Непонятно, какие-то штаны. И я не знал, что такое вообще ZBrush на этот момент. Это он в матбоксе немножко там был подскучен. Ну, вот тоже матбокс, я мышки в матбоксе. Что-то такое, да? Классно. Да, это было жесть. Это был причем 15-й год или там 14-й год. То есть это сколько? Пять лет назад. Вот. Потом, ну да, вот. Мы целые команды моделили там hard-surface этого чувака какого-то. И более-менее вот когда я ZBrush начал изучать, это был вот этот вот чувак, у меня даже на AppStation лежит. Я просто на память его сохранил. Ну, это мой код. Я решил заскультить и просто изучал ZBrush. То есть, ну, понятно, что у меня уже был бэкграунд какой-то, я смог собрать сцену. Она, правда, себя кривая пересвеченная, но в целом там представление о Motion Blurie имел. То есть, ну, какой-то вот бэкграунд был. Вот он в Gray Shaded. И потом после этого я сделал вот этого чувака. Просто он, ну, это просто скульпт. Ну, он не под продакшен вообще никак не работает. То есть это чисто хайпольки. Хайполька. Вот. Такая для себя. Ну, отлично. Это, ну, вот когда ты моделировал этого чувачка, сколько время ты уже занимался графикой? Вот этого, да? Да. Так, сейчас глянем, в каком мы году его. Три года назад он выложен. Если я семь лет, занимался. Ну, я его выложил, наверное, через год после того, как я его сделал, потому что я его ненавидел. Ну, в общем, там года три я точно занимался уже графикой. Вот. Ну, как бы вот с Motion графикой непонятной. То есть это первые опыты вообще в скульпте о таком более-менее адекватном. Здесь вот анатомия, ну, она для себя неправильна. Окей, это первые, одни из первых работ по скульптингу. А откуда эти знания? Ты проходил какие-то курсы анатомии? Как? Откуда? Вот в том и дело, что, да, тогда, ну, у меня совсем дико не хватало денег, поэтому я, ну, анатомии курсы какие-то не мог себе позволить вообще. И я вообще формат онлайн-обучения на тот момент не представлял себе. То есть, ну, как... Ну, я, видимо, слишком стар был на тот момент для этого. Вот. В общем, нигде не обучался. На Ютубе просто смотрел, как это делается. Но потом, когда... Ну, вот этого персонажа я сделал уже тоже сам. А когда начал работать над этим, над этой работой, урехмахер... Ну, в общем, часовщик. Не знаю, как по-немецки это. Коммерческий проект. Здесь я перед этим уже я на Гамроуде купил курс... Я, наверное, не вспомню, как он называется. Но, в общем, он знаменитый. Там про использование текстур как раз XYZ. Там такой гоблин-великан, лысый, в общем, на английском курсе. Он там всего 15 баксов стоил. Вот. И я, собственно, вот его купил, и там уже посмотрел техническую сторону вот этого всего момента. Вот. А по поводу анатомии на анатомии не изучал. То есть я, ну, листал книжки «Анатомии for Sculptors». Скульпторс, как называется она? От Oldis Zaris, по-моему, автор. И пытался рисовать. Ну, тоже. Я не умею абсолютно рисовать. Это такие круги какие-то. Ну, вы видели вот это. То есть вот оттуда все. И просто практиковался, практиковался. Ничего особенного. Вот. То есть и вот этот вот дедулька тоже родился. Этот дед — это то же самое, что вот этот. Это он же. Один из достойных рендеров. Вот. То есть практики, ну, учителя как такового не было. И поэтому это, ну, я считаю, это достаточно долго. Я занимался, развивался вообще. То есть у меня сейчас уровень не какой-то гиперреализм. То есть для меня довольно проблематично отскульптить фотореалистичного персонажа быстро. То есть я довольно долго вожусь с этим. Вот, поэтому именно из... Но все равно по проектам и масштабам проектов и работам. Это очень... И работа очень классная, и действительно хорошие достижения. Ну, работать на таких проектах больших и для таких больших студий. Да, спасибо большое. Спасибо. Ну, здесь я считаю еще такое везение, момент везения есть. И момент того, что у меня, ну, технический бэкграунд просто был. Потому что, ну, ты, когда персонажа делаешь, ну, как я вот говорил, если ты не сможешь его отрендерить красиво, то он будет выглядеть некрасиво. Вот. А когда знаешь, как отрендерить, как там подкомпозить, подрисовать что-то, или, ну, просто подкомпозить, там, в постобработку сделать, то тогда он выглядит симпатичнее. То есть, вот этот мужик, ну, его мало того, что в сцену закидывал с освещением, там, несколько разных освещений, потом рисовал там, рисовал на композе, обрабатывал его довольно сильно. Помимо этого, то есть, я редактировал ему цвета. То есть, здесь нужно, ну, там, понимать какую-то композицию цвета в кадре. Композицию цвета, ну, не то, что в кадре, а даже в объекте, там, тональную разность, как сказать, тон, тон, макинг. Ну, в общем, градиенты все, как это строится. То есть, это все не из персонажки приходит. Это приходит, как бы, из каких-то общих, там, общих знаний, что ли. И это, у меня это какие-то начальные этапы этого всего, этих знаний были, потому что я начинал жестко прям давить в мошен-дизайн и, ну, построение киношного кадра. То есть, мне просто было интересно, киношность, как это все делается. Вот как, там, ну, дизайн сцены происходит, как, там, декорации. За счет, там, тумана или освещения, как можно, там, показать красивее, там, или драматичнее сцены. Я не скажу, что, там, я не обладаю, конечно, какими-то, там, знаниями насчет этого, но просто общее понимание даже, как это все работает, оно помогает делать круче свои работы, которые не очень, так сказать. То есть, где-то, там, подкорректировать. Вот, допустим, вот этот вот гном, я вообще сделал, он у меня, там, за два дня он родился. То есть, я просто, я что-то скульпцией пытался, и у меня что-то не получилось, и я решил сделать его. Да, то есть... Он так за два дня. Да, он, ну, там, кривовато, у него какие-то дисплейсменты, там, торчат везде, но я просто выложил и все. Вот, и здесь я тоже пробовал его, там, в разном освещении, и в разном освещении он выглядит просто уродски. Поставил какое-то освещение, там, какую-то схему. Ну, она простейшая, конечно, но, там, банальный какой-то градиент. Потом более мягкий свет попытался просто на нем протестировать, чтобы он, ну, приглушенный, там, был. И он выглядит чуть-чуть лучше, чем он выглядел до этого. Если бы я до этого выложил, там, ну, в общем, был бы просто ужасный. А так он хоть как-то выглядит более-менее, ну, там, интересно. Поэтому, ну, то есть подача, то есть важна очень подача работы. И еще вот насчет, кстати, такого момента как раз про подачу, про это скорее к найму уже в студии относится. Допустим, Blur Studio, это просто мне говорил супервайзер Blur Studio, на этот раз. Он говорил, что они ищут людей, которые там делают сверхреалистичные какие-то там модели, там, не знаю, суперсложный hard surface. Это, конечно, приветствуется, это, ну, это классно. Но в первую очередь они наймут человека, который сделает интересную работу. То есть визуально интересную работу. Она может быть технически где-то там, ну, не идеальна, но в ней там, допустим, идея классная. Или классная композиция построена, ну, композиция плюс цвет, плюс свет, плюс там динамика. Просто картинка, просто форма. И этого человека, скорее всего, наймут. А если сделаешь просто там, ну, просто вот такого мужика, там, портрет какой-то, ну, вот, то они посмотрят. Ну, ну да, прикольно, технически чувак подкован, как бы видит. Но, скорее всего, вот человек, ну, как сказать там, ну, креативность, я не люблю слово креативность, но, в общем, креативность у него, какое-то там желание рассказать там какую-то историю глубже, у него нет, скорее всего, если он делает просто таких чуваков. Поэтому, если люди хотят устроиться в крупную какую-то студию, которая бьет за качество, такие как Blur, Goodbye Kansas, там, Real Time UK, лучше всего делать и крутых, там, технические, там, персонажи, модели, все что угодно, и еще и круто их подавать, интересно подавать. Это вот, ну, есть классный пример. Сейчас как раз, это вот мой друг, который в Plurium работал, это, ну, не реклама, просто он действительно сделал крутой проект со своим другом, вот он, кстати, выложил. Они сделали, ну, на игровом движке, абсолютно игровые модели все, но вот целый ангар там просто там, ну, они делали его полгода или там год, что ли. Уйма деталей, вот. Но когда они, я думаю, многие увидели, у них прикольно получилась подача этого проекта, они даже 360 делали. Здесь нету ролика, но, в общем, они сделали синематик, прям по сцене не летает и все. И вот, ну, вот это я считаю круто. То есть люди не просто намоделили каких-то железячек, там, ну, как они могли бы, да, и каждую железячку отдельно там на черном фоне выложили бы и все. Они сделали сцену с атмосферой, с идеей, то есть здесь прям целый сценарий, целая история рождается. И после этого проекта одного из них забрали сразу в крутую студию, ну, игровую студию в Польше, я не очень помню, как она называется. Вот, то есть, ну, и маркетом все хорошо сразу, то есть, ну, к этой работе внимания гораздо больше. Я уверен, что там с такими работами можно проходить там дальше. И даже если он технически там был где-то некорректно, то есть здесь, ну, может быть, что-то неправильное. Я не очень там мастер этих игровых моделей. Но если что-то даже неправильно, ну, скорее всего, супервайзер забьет и просто поймет, ну, увидит, что подача офигенная. Ребята видят, у них вот этот кинай, то есть у них набитый глаз, зоркий глаз на всякие детали, на всякую, на красивости. Вот, и поэтому это очень важно. Еще парочку вопросов. Давай-давай. Как у тебя компьютер? Хороший вопрос. У меня компьютер, кстати, слабоватый уже. Прям я вот как раз сейчас занимаюсь подбором новой конфигурации. Короче, это i7 четырехъядерный. 4700, ну, старый какой-то. В общем, у меня 32 гига оперативы. Nvidia Quadro K2200. Или, да, K2200. А почему именно Quadro? Ты заметил какой-то определенный плюс? Вот нет, я просто, когда собирал компьютер, я, ну, это давно было, я вот как раз еще даже персонажкой не занимался, моушн-дизайном занимался. Я попросил одного опытного дядьку собрать мне комп. Он говорит, а зачем тебе комп? Я говорю, ну, там 3D, там, рендерить. И он мне собрал, видимо, ну, как вот у них принято. А Quadro, она как бы зарекламирована под, ну, под графику, под рендеры и под вычисления. Но по факту это очень плохая видеокарта. Простят меня, Nvidia. То есть она, ну, в Mari, в Substance Painter она гораздо медленнее, чем, там, не знаю, 1080 обычно. Наверное, даже, не, 780, может быть. Она где-то вот в такой уровне. Хоть и 4 гиговая. Ну, то есть видеокарта Quadro, это была ошибка. Квадры офигенные, когда они стоят от 4000 долларов. Это я точно понял. Вот, то есть, ну, как бы для задач, тем более сейчас, когда в Substance Painter, в Mari, все это, ну, некий реал-тайм-движок, для этого всего, ну, хорошо справляется, там, RTX и вот эти последние, там, 2080 Ti, 2080, 1080 Ti. Вот, то есть их, я бы их посоветовал, наверное. Ну, если, конечно, там нету 5000 долларов на видеокарту, там, лишних, тогда лучше, конечно, квадры покупать. Вот. Ну, вопрос. А hard surface моделирование ты в Maxi делаешь или в Mai, или в ZBrush? Делаю в Maxi, и последние, ну, там, какие-то простые, в общем, вещи я делаю в ZBrush буллинами. Вот, а вообще в Maxi hard surface, потому что нам нужен sub-div hard surface, то есть под sub-div. И, естественно, как бы pipeline в Blur, допустим, выстроен в Maxi, на Maxi. И, естественно, все модификаторы, как чемфер-модификаторы, вот там, турбо-смуфсы, мы все это сохраняем, тоже такой, так называемый, ну, почти процедурный pipeline у нас получается, то есть стэк-модификаторы, в которых мы контролируем все эти вещи. Вот. И поэтому, да, в Maxi. То есть модели в Maxi под sub-div и так далее. Пробовал под игровой движок делать модели со взвешенными нормалями, с вот этими вещами всеми, с группами сглаживания. Вот. Ну, так как задач просто не очень много заходило на такие вещи, я не очень опытный в этом. Вот Maya не использовал совсем для… Я вообще для модельного Maya не использовал. Я Maya использовал как раз для, там, трансфера атрибутов, когда вот одежду есть, ну, старый такой довольно способ, когда одежду из плоской… В общем, короче, ретоп одежды, он происходит через трансфер атрибут. Вот. И вот там в Maya делал, да, симуляцию, UVI делал в Maya, RIG, там, нот, какие-то моделинги, там, все в Maxi. А, слушай, у меня вначале немножко звук выключался, может, ты говорил, но я еще раз спрошу. А в Blur ты работаешь, ну, уже локально, не дистанционно, да? Не-не, в Blur я работал удаленно, да. Я последние месяца два с половиной я уже с ним не работаю. Прекратил сейчас немного, хочу вектор, там, изменить свою деятельность. Вот. И удаленно работал, да, ну, я ездил туда, в Blur, в студию, мы там общались, на день рождения ездили. То есть, да, и у нас, ну, контакт происходил постоянно. То есть, это не так, что, как вот фрилансеры, обычно бывает, там, написали, да, задачу закинули, они там ковыряются, апдейт, там, раз в неделю может скинуть, и все. Здесь нет, здесь мы… Ну, то есть, есть структура, есть лиды, которые, там, контролят нас в течение нашего дня. Мы созваниваемся постоянно, списываемся все время на связи. То есть, ну, такие вот вещи. Здесь очень круто выстроена работа удаленной. Получается, из-за разницы во времени, у нас, там, 11 часов разница, получается, постоянно конвейер работает. То есть, мы моделям отправляем, они это проверяют, присылают нам, мы моделям. То есть, простое нет абсолютно никакого, и это очень круто. Вот. Постоянная коммуникация идет активная. Да, да, и коммуникация, да, и производство постоянно идет, и… В общем, это классно было. А, смотри, можно еще вопросы вот с нижним правом углу работы? Гараж, машинки? Так, да. Интересно, да. А, да, так это не мои. Блин, я открою марку, я остался на… А, ясно. Сори, да. Сейчас. Да, ну, в общем, гараж, машинки, да, это… Ну, я тоже такой environment моделил, но это очень давно было. Когда я экстерьеркой занимался, интерьеркой. Да, да, хорошо. Тогда еще… Еще. Какие бы дал советы, ну, кроме тех, которые уже рассказал, скажем, еще два-три, совета начинающим характер-артистам, да, художникам, по-персам? Да, да, да. Что им поможет? На что… На что обратить внимание? На что делать опорку? Да, да, да. Первое, чтобы… Вот я бы советовал и у себя бы, если бы я вернулся обратно туда, я бы изменил это то, что… Я бы учился рисовать, ну, рисовать нормально, прям хорошо рисовать портреты. И это… Ну, не то, что… Не только мой совет, это и советы, ну, супервайзеров, это совет Тима Миллера, давайте же по-честному, когда общались. То есть это рисование, оно позволяет тебе не только понимать, как строить, там, анатомию, да, если про персонажа мы говорим, оно дает понятие, как работает свет, отражение, то есть как поверхность работает, как там изгибы все эти… Ну, работают в связке со светом, с цветом, там, с тонами. И это очень все важно, особенно характер-артистам, которые хотят не только моделить, а прямо вот текстурой, там, лукдевом заниматься. Ну, то есть без такого набитого глаза ты, ну, вряд ли поймешь, допустим, что есть ошибка или, там, отражение работает неправильно, или какая-то текстура. А человек, который рисует и очень хорошо, допустим, в 2D он умеет, он поймет это прекрасно, сразу увидит и все, исправит. И также, ну, помимо этого, как хобби, можно фотографию изучать, то есть портретные съемки – это тоже очень помогает. Все, что связано с, ну, с, там, проекцией персонажки, как таковой в нашей индустрии, на реальную жизнь, то есть, там, люди, да, это тоже те же самые персонажи. Любое взаимодействие с ним в реальной жизни, оно поможет в голове просто создать такую библиотеку, которая поможет, там, заниматься персонажкой, без, там, огромного количества референсов делать крутые работы. Это первое, да, вот, рисовать, короче говоря, круто. Второе – это вообще в разные стороны изучать все. Ну, то есть, не то, что, ну, не то, что все, наверное, но максимально, максимально пытаться, ну, быть жадным, в общем, на знания, визуальные какие-то знания. Это вот то, о чем я говорил, то есть построение кадра в кино, просто монтаж, допустим, динамика монтажа. Что еще раз? Композиция. Да, композиция в первую очередь вообще, да, композиция. Даже основы дизайна, вот основы композиции в дизайне, знаете, когда там кубики, квадратики собирают, это очень помогает, особенно если хотите делать персонажей и быть, ну, там, неким, там, ну, не концепт-художник, ну, или даже концепт-художник, ну, какие-то свои идеи вносить в дизайн персонажа, очень крутые. Вот лучше учиться именно на примитивах, то есть основам дизайна. Даже основы промо-дизайна, они очень помогают, там, ну, просто видеть, ну, хороший персонаж, там, он круто выглядит или не круто. Вот, то есть это, это вот мои пропуски, которые я бы хотел заполнить, я пытаюсь сейчас заполнить, но когда вы начнете просто работать, и в реальном, там, продакшене времени вообще не будет, это, ну, не то, что там отмазки, это действительно так, потому что там рабочий день может, ну, там, 10-12 часов занимать, и, ну, вряд ли, там, после этого силы возникнут, там, пытаться изучать дизайн какой-то. Вот. Как раз, как раз к этому еще быстренько с чата вопрос. Как обстоят дела с личной жизнью? Успеваешь, успеваешь ли повидаться с друзьями, товарищами? И это привет и вопрос от Юры и Аси. О, привет, Юра. С личной жизнью все в порядке. Ну, у меня жена есть, да, и все остальное. Это все в порядке, но до этого, ну, вообще в целом, в общем, проблема, да, это, конечно, проблема. И здесь нужно балансировать, очень тяжело балансировать между работой и личной жизнью. Когда я в Plarium работал, это было жестко, потому что, ну, я хотел в персонажку идти, но при этом, ну, занимался мошен-дизайном, то есть персонажкой я мог заниматься только после работы, и, соответственно, ну, ты 8 часов отрабатываешь, приходишь домой и, ну, сколько можно, я пытался заниматься персонажкой. То есть там 6-8 часов, ну, это в лучшем случае. Получается рабочий день 16 часов. Естественно, никакой там ни личной жизни, ни отдыха, ни так далее. Дай бог на тренировку успевал сходить. Вот, и здесь вот в этом плане, конечно, да. Но сейчас получше, потому что, ну, получше, чем тогда вот тот момент перехода в персонажку. Потому что есть уже поток задач, есть, ну, задачи, на которых я там не работаю руками в роли, там, ну, там, леда или там супервайзера. Поэтому, ну, в целом немножко более гибкий график стал. Плюс уход из студии очень, ну, помог в этом плане, потому что я могу, допустим, за день сделать, там, на 3 дня вперед. Блин, это мой работодатель, если увидит какой-нибудь, это будет плохо. Ну, то есть я могу очень быстро сделать очень многое, там, просидеть, там, 20 часов в день, а потом просто скидывать в течение трех дней, там, вот, если мне нужно, там, погулять или отдохнуть. Вот. В этом плане, как бы, попроще, да. Ну, то есть четкого ответа у меня нет. Иногда плохо совсем. Иногда, конечно, там, плачет, там, девушка, там, что не уделяю времени. Иногда, ну, свободно бывает, нормально, то есть там 8 часов в день работать, прекрасно. Вот. Ну да. Где все ответил? Еще вопросы. Какие зарплаты у артистов, характер артистов? Хороший вопрос. Смотря где. Тут вопрос такой. Короче, про бабло. Я вообще любитель про бабло поговорить. В, так сказать, на рынке, на мировом рынке, в общем, зарплаты, давайте по часам, если в ставках, ставки там, я видел, ну, низкие, наверное, самые на топовом уровне, это где-то 25 долларов в час. Ну, топовые, я имею в виду, вот, это, там, Goodbye Kansas, это Blue Ruxus, там, и так далее. Платик, имидж, там. Это 25, самый низкий порог, высокий порог, ну, я думаю, что там, конечно, зависит от чувака, от специалиста. Думаю, что средние, это, там, где-то 40-45, это character artist, senior character artist, то есть это вот такие размахи. Лиды, лиды это вот от 45, ну, там, ну, мне сложно сказать, потому что лиды это уже очень специфические, у них свои договоренности и зависит, там, от того, сколько он времени на проекте, чем он занимается на проекте и так далее. То есть, ну, вот, если брать мировой уровень, ну, тысяч в месяц, наверное, если по месяцам, по российским меркам, наверное, тысяч от, там, трех долларов до, я не знаю, до десятки точно можно зарабатывать character artist, но здесь зависит, опять же, от ставки, от задачи, от того, что вы умеете и на кого вы работаете. Вот, здесь, потому что в Штатах, допустим, в Штатах, в Англии платят в разы, естественно, больше, чем там в Азии, в, я не знаю, ну, где угодно, в общем, тем более в России. Вот, в России ставки, ну, само собой ниже, там, в разы. Я думаю, что я, ну, с русскими очень, ну, редко работал вообще, и вот таких продакшн прямо персонажей я русским не делал никогда. Поэтому сложно ценить, но, я думаю, там, 120, это среднее будет прям, ну, хорошего артиста. Ну, среднее, 120, 150, наверное, а джуниоры, я думаю, там, до 100, это в Москве, в Питере, и то, наверное, в каких-то там студиях минимальных, ну, в смысле, в студиях топовых, простите. Вот, то есть, вот какой-то такой размах, я думаю, так. Ну, да, широкий диапазон. Ну, да, здесь просто все зависит от скилла и насколько ты умеешь себя продать. Я вот про то, что ты говорил, про подачу своих работ, она напрямую будет влиять на ваши зарплаты. Прямо напрямую, потому что, если у тебя красивые, если у тебя куча, там, лайков и куча предложений от студии, то, естественно, ну, это банальная вещь. То есть, ты там загибаешь себе цену, и люди начинают с тебя, ну, бороться. То есть, нормально. Как-то так. Хорошо. И я тебя еще остановил, точнее, ответил вопросом. Мы заканчивали на советах начинающим. Ты рассказал про рисование, про композицию, кадр, и что ты собирался еще сказать, третье? Вспомнить бы, что я хотел сказать. Что еще? Что еще такое можно? Рассказать, ну, скульптуры, само собой, там, все вещи типа скульптуры из глины, они всегда, естественно, помогают. Ну, это такой совет тоже, это к рисованию ближе. И нужно понимать еще, чего вы хотите. Ну, это вообще, наверное, по жизни совет такой. Нужно понимать, чего хотеть. Вот. И чего вы хотите вообще от персонажки, от работы, персонажниками, каких персонажей хотите делать. То есть, кем выступать в роли, в производстве персонажей. Потому что у многих, и у меня вот такая же была штука, как бы, не то, что разочарование, но, в общем, у меня были розовые очки надеты о том, что персонаж, когда делаешь, это такая супертворческая там работа. Ну, как бы она балансирует между творчеством и техникой. Но, допустим, когда в Блуре поработаешь уже там спустя год, ты понимаешь, что это сугубо техническая тема. И, ну, художественного у тебя очень мало. То есть, это первые этапы, там, скульпт, такие формы какие-то. Вот. А все остальное – это уже очень технические моменты. И нужно это осознавать. Ну, вот что, и, ну, как бы понимать, хочешь ли ты в это ввязываться или не хочешь. Вот. Потому что, ну, в любом случае моделлер, ну, характер артист, который от моделинга до лукдева идет, это, ну, это 60 или, там, 70% технических художников, технический специалист. И, там, 30-40% только артист. Вот. Но если же хочется, допустим, заниматься именно, ну, как, больше как творец себя проявлять, ну, либо меньше брать работы, либо, ну, на фрилансе работать, меньше брать работы и делать личные проекты, либо, ну, как-то, не знаю, ну, в общем, нужно, наверное, на этот счет подумать. Идти куда-то, наверное, может быть, в супервайзинг или в режиссуру, в концепт-арт, вот, какие-то такие вещи. Вот. И еще один вопрос на расследок. Будем уже заканчивать, потому что все очень интересно и надо будет с тобой организовать еще одну встречу обязательно. Без проблем, конечно. Вот. А еще что хотел спросить, какую практику посоветуешь начинающим? Я имею в виду, что как взять какие-то для себя задания, с которыми можно попрактиковаться, но не брать что-то гигантское или такое, с чем реально не справишься. Конечно, хочется сразу взять какого-то мега-крутого персонажа сделать, но те, кто только начинает, на этом могут просто затормозить, увидев перед собой непреодолимое пространство. Да-да, ты прямо ответил на, на самом деле, на вопрос, на этот самый важный. Ну, я ответил, как бы подсказал, чтобы не брать что-то большое и серьезное, а вот что именно брать, хочу, чтобы ты посоветовал. Что именно брать? Короче, да, первое, естественно, как ты сказал, не брать сразу персонажа целиком, если особенно начинаете. Ни за что никогда не надо, потому что это очень сложно. Если интересен, допустим, реализм, там, анатомию, ну, лучше всего, конечно, анатомию брать, то есть брать вот прям на конкретном примере, как научиться скульптить красиво, именно корректно, там, анатомию. Берете вот, скачиваете скан где-нибудь, ну, покупаете лучше скан. Здесь в разных позах есть. И можно скульптить, там, допустим, грудную клетку, да, или, там, торс, или только ногу. Просто берете вот этот скан, ставите рядом, и с шарикой начинаете лепить то же самое. И пока он не станет прям точным, абсолютно точным, или, там, хотя бы в формах, в общем, ну, как бы, добиваете. То есть вот эти все моменты. То есть взять кусочек вот этого, прям, спины, просто прям отрезать и попробовать его сделать отдельно. Прям только скульптуру, только хайполи, взебраши, без всего остального. Прям вот из шарика кистью все. Вот. Потом, допустим, вы делаете крутые уже, да, по кускам скульптуры, ну, попробуй, попробуй сделать уже, там, целую ногу. Потом попробовать, ну, я, скорее всего, думаю, что, там, когда сделать целую ногу, уже захочется всего персонажа сделать. Попробуй просто сделать скульпт человека, там, ну, акробат какого-нибудь. Или, я не знаю, там, ну, любой, то есть в динамической какой-то позе. Не просто в Т-позе, а в динамической. Потому что Т-позы, они очень такие хитрые, обманчивые. Вот. То есть, ну, набивается глаз вот как раз за счет этой штуки. Вот. А потом уже после этого можно, там, целиком делать персонажа. Либо, если интересно, одежда, чисто одежда. Берете, там, готовый скан. Ну, допустим, чтобы прям целиком уделить время одежде. Берете готовый скан на реальный человек, на котором одежда, если она правильно с моделиной, она правильно сидит. То есть, ну, чтобы, там, не заскульптить кривого, вот человеку и пытаться на него еще сделать эту одежду. Вот. Берете скан, идете в Marvel Designer, берете выкройки и начинаете, там, не знаю, рубашку сделать просто, шорты. Чтобы они прикольно выглядели, как в жизни. Вот. Можно брать, там, не знаю, на Алиэкспресс, зайдите или на Ламоду. Возьмите какую-нибудь фотку платья и прям ее сшить можно. Можно без выкройки, там, выкройки найти сложно будет. Прямо его сшить, там, на глаз, как бы, так сказать. Вот. Вот. И вот с этого, вот такими этапами круче всего начинать. Потом уже, когда, вот, это все, это про моделинг, я говорил. То есть, вот, это работа с формами. Вот закончили работу с формами, после этого можно уже в техническую вдаваться тему, то же самое платье, попробовать ее, там, развернуть и затекстурить, поиграть с текстурами. Вот. А тренд, ну, не от трендов, а просто затекстурить хотя бы, показать, выложить, посмотреть, что скажет. Вот. Ну, я думаю, ты про это, да, спрашивал, я надеюсь? Да, 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 отличные, отличные советы. Да, вот, спасибо. Если еще есть какие-то вопросы, я прям рад ответить. Если нет, то... Да, будем уже тогда и заканчивать. Хорошо, еще раз огромнейшее спасибо, очень интересно, и я думал, что это мы вложимся в час, но мы даже два часа посидели, и все еще очень интересно и круто. Так что, да, давай точно в ближайшее время я обязательно с тобой свяжусь насчет второй похожей встречи, решим, что еще можно будет рассказать, потому что действительно большой опыт у тебя, и есть чем поделиться. Ну, да, сейчас здесь в таком темпе рассказывал, я думаю, что половина просто непонятно. Какой-то, ну, как пулеметчик. Круто бы, конечно, выложить это все поподробнее, с примерами, может быть, потому что это болтовня, болтовня. Ну, да, да, тоже будет вот очень интересно. Да. Хорошо, тогда еще раз огромное спасибо, и до встречи на следующей встрече. Все, да, спасибо тебе, спасибо всем, что послушали, выдержали. Всем пиз, крутых моделей. Да, все, спасибо, пока. Счастливо. Счастливо.